Я так понимаю, что сегодня было на игре хождение. Я предлагаю биоэнергетику пустить первую, поскольку такое ярое желание. И второй, третий, четвертый – это будет бизнес, государство и общество. Но общество должно быть после бизнеса, поскольку бизнес хочет услышать нашу позицию до своего доклада. Я не понял, основание. В чем основание, почему биоэнергетика должна выступать первой, я не понял. К нам приходил бизнес, просил, чтобы мы выступили перед ними, чтобы они услышали нашу позицию, потому что у них будет основан доклад, в том числе на этом. Нам без разницы бизнесу, мы будем перед обществом или после общества сейчас, потому что мы доклад после услышания вашего доклада за 5 минут не поменяем. Давайте просто жеребья кинем и все, давайте не будем спорить. Есть предложение, вперед выпустить те группы, которым больше всего вопросов. Я так понимаю, что больше всего хождений было именно в эти группы. Группа государства, бизнес, компания и общество. Я предложил бы с них начать. Но я так понял, что у нас в интернете есть еще сообщение от методологической группы. Я правильно понял? У них пока проблемы со связью, поэтому я предложил бы начать. Начать с группы государства. Добрый день. Тема доклада «Причины сдерживания развития в энергетике». Докладчик Константин Полин. Следующий слайд, пожалуйста. В прошлый день в нашу группу звучали упреки по поводу нашей позиции. По поводу нашей позиции, честно говоря, вот наша позиция. Энергетика – стратегическая отрасль, имеющая ключевое влияние на государственную, социально-экономическую политику страны. В связи с чем государство не вправе снимать свою долю ответственности за все, что происходит, переспроизводство мощностей, раздутые инвест-программы, необоснованные тарифы. И не происходит в энергетике. Продвижение прорывных проектов – Яма-Урал, ПТС, Биоэнергетика, Умная энергетика, Сотовая энергетика. Следующий слайд. Ключевой теннис. На сегодняшний день в правящей элите государства нет заказчика развития новой энергетики, способного в том числе взять на себя ответственность за ее развитие. На самом деле, это вся наша презентация. Я сейчас постараюсь пояснить более подробно, что подразумевается под этим. Условно предположим, что существует некий фонд национального благосостояния, который содержит в себе определенные денежные средства, которые при определенных условиях мы можем потратить на те или иные проекты. Ситуация складывается в том, что на сегодняшний день, помимо энергетики, существует ряд других отраслей. Я их сейчас представлю как транспортная, оборона и энергетика. Сейчас ситуация сводится к тому, что в правящей элите существует некий подход о том, что разработка тех или иных проектов сводится в сторону смещения не энергетики, на мой взгляд, а в другие отрасли. Объясню почему. А достигается это за счет того, что конкретные лоббисты или люди, которые продвигают те или иные проекты. Например, это строительство в Москве, ЦКАДА. Это кольцо, которое будет окружать их садовое кольцо. Далее, это строительство железнодорожных дорог. Лоббируется РЖД. На самом деле, и обоснование у этого тоже имеется, потому что на сегодняшний день наши железные дороги очень загружены. А как сказал в один из дней Алексей Евгеньевич, будущее экономики это странах Азиатского мира, которые, к сожалению, у нас пропускная способность очень маленькая. И, допустим, строительство газопроводов. Таких, как, например, Северный поток и Южный поток. И это ситуация в транспорте, в обороне. Принято решение о выделении 23 триллионов рублей на государственный оборонзаказ. Что мы видим в энергетике происходит? К нам сегодня в группу заходили множество групп и задавали кучу вопросов, хоть будем ли размевать, будем вкладывать, будем инвестировать, т.д. Ну, сюда я отнес, конечно, всю эту новую энергетику, в том числе это биоэнергетика, ПТС, Ямал, Ямал-Урал, сотовая энергетика. Ну, в общем, назовем ее как новая. И, как бы, ситуация-то, логика в чем заключается? В том, что сегодня в Москве лоббируются интересы конкретных людей. Конкретных людей, которые лоббируют свои интересы, маскируя это, допустим, за то или иное экономическое обоснование. И на самом деле и не безосновательно. И получается так, что средства, которые у нас имеются, они представлены, они распределяются сегодня условно вот так. Политика в области энергетики, она, конечно, ведется. Мы говорили уже много раз о сдерживании тарифов. Мы говорили, ну, на самом деле она сходится, коли у нас энергосистема фактически всей России избыточная, поддержание нормального функционирования. И получается так, что на сегодняшний день нет, вот, возвращаясь к слайду, ключевому тезису нашей презентации, что нет заказчика развития новой энергетики, который способен пролоббировать свой интерес, чтобы деньги начали вкладываться. А нет его, потому что нет конкретного человека, который может взять за себя на это ответственность. Потому что, ну, условно как-то так. Спасибо. Есть ли вопросы? Доброшу. Микрофон. Да. Винокуров Кирилл, группа «Умная энергетика». Вопрос. Я правильно понял то, что… Вот мы сегодня подходили к вам с предложением, то, что, ну, помощи в инвестировании в «Умную энергетику» вы не сможете оказать. Ну, либо в поиске источников финансирования. А можно вопросик небольшой? А можете прокомментировать ответственность в чем? В чем ответственность? Прокомментируйте, в чем ответственность. А можно вопрос на понимание? Потом будет вопрос на понимание, если он… Смотря, как он ответит. Не, ну, а… Мне просто непонятен… Вы бы не могли провести, собственно, работу по… Вот этому… Пониманию, собственно, и сформулировать… И вот таким образом. Я правильно понял, что ответственность в вашем понимании – это вот это? Я правильно понял, что ответственность в вашем понимании – потеря денег? Да. Или какая ответственность в чем? Ну, нет. Не потеря денег? Нет. Да. Спасибо. Да, прошу. Богнер, группа «Сотовая энергетика». Значит, я правильно поняла, что в правящей элите государства, что в государстве нет ничего, кроме правящей элиты государства или что-то там еще есть? Нет, на самом деле это вот мы о конкретных людях, которые имеют доступ, воздействие в продвижении тех или иных проектов. Теперь, зачем мне этот вопрос? Искать заказчика развития в государстве, то есть можно, но не в правящей элите? Нужно, можно ли искать заказчика где-то? Кроме государства? Нет, в государстве. Нет. Ну, нам, честно, кажется, что его сегодня нет, но искать можно, честно говоря. Не запрещается. Да, прошу. Максим Смирнов, служба биоэнергетика. Правильно я понимаю, что вы не рассматривали вопрос, что заказчикам этих проектов, да, там, «Малая энергетика», «Сотовая энергетика», может быть, военные в какой-то… Ну, мы не рассматривали. Да, прошу. Надежда Шимова. Такой вопрос. Вот я правильно поняла, что развитие энергетики сдерживается тем, что нету какого-то человека-лоббиста, которому приходили бы, видимо, инициаторы проектов и, видимо, ему там платили или что, чтобы он лоббировал вот эти проекты перед правящей элитой государства? Я не знаю, на каких условиях его будут просить, и я бы не стал называть его лоббистом, но человека такого нет. Стоп, 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 я так понял, что вопрос-то был в том, что именно в этом проблема, что нет такого человека. Да, это проблема, конечно. Валюин Камиль «Сотовая энергетика», то есть правильно я понимаю, что вот под этим заказчиком в правящей элите вы подразумеваете либо политического лидера какого-то яркого, либо политическую партию, которая протащит вот эти новую энергетику среди других партий и убедит их в этом развитии, либо убедит, либо тиранически заставит. Ну, может быть, мы политические партии здесь не рассматривали, конечно, здесь говорили о конкретных людях, которые могут действительно взять на себя ответственность и поручиться за исполнение того или иного. То есть это все дело одного человека? Мне кажется, что, если честно, вот так вот пофантазировать, то мне кажется, что и партии тоже в этом числе, наверное, могут, ну, по крайней мере, относиться. Изначально вы подтверждаете, что это дело одного человека, да? Как я понимаю. Ну, честно говоря, не работали мы. Ну, как бы сводили все конкретному человеку, честно говоря. Спасибо. Ну, тогда суждение, что для одного человека это слишком большая ответственность, на мой взгляд. Ну, это суждение. Ну, вот. Хорошо. Ну, ладно. Спасибо. Да, Виталий, у тебя был вопрос? Соломей Виталий, группа ДМВВ. Правильно ли я понимаю, что государство может помочь в случае чего энергетики только деньгами? И оно, как бы, не собирается заниматься ни организацией, ни законодательством, ничем более? Нет, политика в области энергетики же ведется, честно говоря. Мы вот интуитивно, честно, просто спозиционировали вот все группы, которые вот мы писали в новую энергетику. Ну, если речь идет о конкретных деньгах, то конкретные деньги вот сюда, конечно, на сегодняшний день они не вкладываются. Но политика в отрасли энергетики, она ведется так или иначе. Ну, и как я уже говорил, и в области тарифа образования, и в доступной инфраструктуре, и т.д. и т.п. Правильно я понимаю, что так как в государстве заказчика нельзя видеть, то зря к государству наука или кто-либо еще обращается с проектами развития. Мне кажется, ну, обращается, но какого-то движения, видимо, нет. Ну, зря. На сегодняшний день. На сегодняшний день, да. Понятно. Спасибо. Да, прошу именно. Костя, правильно ли я понимаю, что группа государства имеет определенную политику и понимает, что нужно делать сейчас с энергетикой? Ой, вопрос очень сложный. На самом деле, вот… Как-то все-таки да или нет? Есть позиция группы по этому вопросу? Да. Есть политика или что да? Существует ли сегодня понимаемая государством политика, что нужно делать с энергетикой? Ну, на сегодняшний день она поддерживается в нормальном функциональном состоянии, чтобы… Ну, как бы… Нет, что дальше нужно делать с энергетикой? Можно помочь? Дело в том, что сейчас государство придерживается той политики, что необходимо сохранить, поддерживать нормальное функционирование нашей энергетики, не внося ничего нового. Под этим и подразумевается новая энергетика. То есть мы не вкладываем в развитие новой энергетики никаких средств. Наша позиция в том, что так поступать нельзя. Вся наша генерация, она основана на невозобновляемых источниках энергии. Так долго продолжаться не может, поэтому мы считаем, что все равно некая доля государственного бюджета должна обязательно идти на развитие новой энергетики, поскольку сейчас мы можем этим не заниматься, но может наступить тот момент, когда мы просто останемся позади планеты всей. Это позиция нашей группы, и мы посчитали, что развитие этой мысли – это продолжение следующих дней, поэтому мы ее не отразили сейчас. Мы считаем, что сейчас в энергетике нет прорывных проектов и людей, которые смогут за это ответить. В настоящий момент государство считает приоритетным развитие как раз-таки транспортных путей для того, чтобы использовать наши ресурсы в целях развития экономики, не развивая другое направление. Я вот спрашиваю немножко другое. Знает ли сегодня государство, что делать с энергетикой, чтобы она там завтра, ну, нам новая, допустим, появилась? Знает ли или не знает? Вот я и политика в это слово вкладывала именно какую-то вот схему продвижения, чтобы эта новая энергетика, как вы говорите, которая нужна… У нас в энергетике сейчас все хорошо, у нас избыточная энергосистема, но мы считаем, что в энергетике сейчас прорывных проектов нет. Мне, конечно, очень странно, вроде бы на слайде написано одно, а вот Ирина говорит совсем другое. То есть я так понимаю, что вы говорите, что сегодня есть осознание того, что нужно новую энергетику поддерживать. Да. Мы не снимаем себе ответственность, на самом деле, за то, что… Если вернуть предыдущий слайд, то там написано, что мы не снимаем себе ответственность за то, что происходит и за то, что не происходит. Мы отдаем себе отчет об этом. Я слышу два, собственно, противоположных, мне кажется, утверждения. Я вот все-таки хотел бы понять… Можно я отвечу на ваш вопрос? Да. Вот Константин, как и наша группа, вот на флипчарте он нарисовал текущее состояние дел в государстве. Как мы к этому пришли? Мы проанализировали причины, исходя из нашей сегодняшней темы и пришли вот к этой… то, что нарисовано, так скажем. Да, к этой ситуации. Ну вот я бы тогда вопрос Амины продолжил. Я правильно понял, что государство сегодня сформулировало свой заказ на развитие энергетики или нет? Да. Оно еще не сформулировано? Вот это именно… Нет, скорее всего… Госзаказ, как вы говорите, да? Заказ не сформулирован? Мы не сформулировали его. Не сформулировали. Не сформулировали, я подключился первый раз. Да, понятно. А можно? Я тоже короткое осуждение. Уже стою. То есть получается какая-то логическая ошибка. На первом слайде государство неправе снимать свою долю ответственности. На втором слайде нет человека, который возьмет ответственность. То есть оно не может, но снимает. Да. Вот на сегодня в государстве таких людей нет. Если бы они как бы были, то может быть движение какое-то было. Есть еще вопросы? И суждения? Елена Меньшкова, суждения. Я предлагаю заканчивать. Да. На самом деле то, что сегодня произошло, мы очень благодарны государству за изменение позиции на более конструктивную и готовую к диалогу. Мы как группа Ямал-Урал говорим вам спасибо. И вам спасибо. А как, собственно, извините, а какую конструктивную позицию? Я что-то не понял. Собственно, вам рассказали, что заказа нет и, судя по всему, не будет. Они изменили позицию. Хотя бы взяв на себя ответственность. А осознание ответственности – это уже первый шаг к дальнейшему диалогу. Я правильно понял, что вы в это верите? Ну, мы видим в этом и свою заслугу. И я думаю, что если все дальше пойдет таким путем, то в дальнейшем, может быть, и окажутся в правительстве те люди, которые готовы взять на себя ответственность за новую энергетику. Найдутся вдруг. Спасибо. Да, прошу. И еще одно суждение. Группа по тестам. Да. Мне кажется, это, ну, этот доклад был не совсем анализ причин, а просто констатация факта, что сейчас разобрана какая ситуация. Но истинные причины, мне кажется… Ключевая причина на следующем слайде. То, что сейчас нет заказчика. Это причина. Да. Мне кажется, причина где-то глубже. Ну, это мое мнение. Имеет место быть. А просто констатация факта. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо. Да. Еще одно суждение? Нет? Все? Спасибо. Извините. Не могу не спросить еще. Я правильно понял, что государство сформулировало, имеет явную политику по развитию страны? По развитию страны, да. А по энергетике пока еще не сформулировано. Я правильно понял? Не могу не задать. В плане… Вот, собственно, еще раз. Есть, собственно, то понимание, что сегодня необходимо делать в стране? Есть. Да. Есть. Понятно. Хорошо. А по новой энергетике пока нет? Ну, и в целом по энергетике пока нет? Или есть? Нет. Позиция государства на сегодняшний день такова, пока оставить, так скажем, поддерживать традиционную энергетику на том уровне, на данный момент. Понял? Да. Понятно. Хорошо. Для развития новых источников энергии. И изыскивать средства, то есть найти в своем бюджете средства для того, чтобы развивать новую энергетику. Это обязательно условие. Ну, и много вы изыскали? Изыскали много? На данный момент источников мы пока не нашли. Ноль, да. Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Следующая группа. Группа. А, да, у нас, собственно, к нам очень просится интернет. Я думаю, что он уложится в пять минут. Только у меня нет его заявки на доклад. Что же делать? Да, ну что? Я предлагаю запускать. Есть некоторые технические сложности? Да? Дальше. Понятно. Бывает. Следующий доклад. Группа энергокомпаний. Их нету. Снимал. Следующая группа бизнес. Раз. Подождите. Собственно, вы пришли в интернет-компании или нет? Или вы опять убегаете? Давайте энергкомпании. Давайте энергкомпании. Группа энергокомпания. Докладчик Хрунцов Артем. Тема дня сегодняшнего. Тема дня. Анализ причин сдерживания развития энергетики с точки зрения энергокомпании. Следующий доклад. Цель доклада – донести бизнесу, обществу, государству причины сдерживания развития энергетики для избежания их в будущем. Следующий доклад. Следующий доклад. Такие, как невостребованность вводимой установленной мощности и сети ее выдачи, отсутствие возможности внедрения распределенной генерации энергокомпаниями. Следующий доклад. И сегодня мы попытались проанализировать их причины, которые привели к упадку энергокомпании. Так как мы видим на данном слайде, упадок энергокомпании у нас произошел из-за двух основных причин. Это невостребованность излишков мощности и отсутствие инвестиционной привлекательности. Невостребованность излишков мощности произошла из-за снижения потребления из центральной энергетики. В свою очередь это повысило энергоэффективность. Из-за повышения энергоэффективности у нас происходит рост тарифов. Рост тарифов, в свою очередь, из-за роста тарифов у нас уходят потребители. В то же время из-за того, что у нас уходят потребители, у нас снова же также растут тарифы. Это такая закольцованная система происходит у нас. И в то же время из-за ухода потребителей у нас снова появляется невостребованность излишков мощности. Из-за ухода потребителей у нас возникает невозможность внедрения распределенной генерации. Что в свою очередь и приводит к основной причине, как отсутствие инвестиционной привлекательности. Невозможность внедрения распределительной генерации произошла из-за того, что генерации нецелесообразно участвовать в развитии распределенной генерации. И в то же время сети не могут ее внедрять из-за того, что у них отсутствует нормативно-правовая база. Ну и отсутствие нормативно-правовой базы у сетей произошло в результате реорганизации РАО ЕС, которая разделила у нас всю нашу энергокомпанию на генерацию сети с быт. Да, прошу вас. Значит, смотрите, мы остановились на том, что одной из промежуточных причин является невозможность внедрения распределенной генерации. Почему? Потому что централизованная генерация, которая сейчас существует в энергокомпаниях, это нецелесообразно. Кто бы хотел этим заниматься, возможно, в нашей компании, возможно, этим бы хотела заниматься сетевая ее часть, но она не может, потому что отсутствует нормативно-правовая база. Возникает следующий закономерный вопрос. Почему бы сетям не урегулировать как-то этот вопрос и не решить эту проблему? Может быть, все-таки причина в том, что это желание не столь сильно, и таким образом мы приходим к выводу, что даже если бы на самом деле существовала эта база у сетей, то на самом деле энергокомпании сейчас реально существующие, они удовлетворены текущей ситуацией. И поэтому как раз-таки генерация не хочет участвовать сейчас в внедрении распределенной генерации, централизованной генерации, а сети на самом деле из-за того, как они не пытаются продвигать эту идею, они на самом деле нас тоже не хотят. Почему мы также еще можем говорить об… С какой следующей причиной мы можем говорить? Это то, что сейчас у бизнеса, общества, государства и энергокомпании существует приоритет коммерческих ценностей над экологическими. И поэтому это ведет к тому, что так как экономическая ситуация у энергокомпаний удовлетворительная, еще раз это все у нас подводит к вышеуказанным последствиям. Может быть, немного сумбурно получилось, давайте мы перейдем к выводу и возможно потом в ходе суждений и дискуссии мы еще раз попробуем донести свою позицию. Можем сказать, что как бы устранение поставленных существующих причин, которые мы выявили, на наш взгляд станет первым шагом к развитию энергетики. А еще раз, можно вот эти причины назвать? Я что-то… Назад? Слишком много, да. То есть причинами, как мы можем выделить, это является удовлетворение текущей ситуации энергокомпании и также отсутствие у бизнеса, общества, государства и энергокомпаний, то есть присутствие у бизнеса, общества, государства и энергокомпаний экономических ценностей, приоритет экономических ценностей над экологическими. Понял, спасибо. Есть ли вопросы? Да, конечно. Да, прошу вот там. Бенда Елизавета, группа бизнес. Во-первых, у меня к вам вопрос, отождествляете ли вы энергетику с энергокомпанией, потому что у вас вверху написано упадок энергокомпаний. Понимаю вопрос, значит, сейчас попробую на него ответить. Упадок энергокомпаний – это тот вывод, к которому мы пришли в результате вчерашнего дня, анализируя последствия сдерживания развития энергетики. То есть если у нас энергокомпании будут развиваться, то будет развиваться энергетика. Такое ваше суждение? Суждение такое, что если будет развиваться энергетика, то будет развиваться и энергокомпания. Вверху у вас написано, что упадок энергокомпаний, я так понимаю, вы именно энергокомпании делаете убор? Сдерживание развития энергетики приведет к упадку энергокомпаний. Хорошо, и еще, как внизу у вас причина удовлетворенности текущей ситуации, то есть удовлетворенность у вас приведет к упадку энергокомпаний? Да, то есть мы хотим сказать, что существующие энергокомпании не видят угрозы в том, что сейчас они удовлетворены текущей ситуацией. И они не видят угрозы в том, что нереализация распределенной внедрения, то есть невозможность внедрения распределенной генерации приведет к нашему упадку. А ситуацию вы эту хотите менять? Следующий слайд говорит о том, что да, наша цель заключается в том, чтобы, скажем так, вылечиться в развитии энергетики. И устранение этих причин, устранение нашей удовлетворенности является как раз-таки шагом к развитию энергетики. Зачем вам что-то устранять, если вы так всем удовлетворены? Меня вот это просто смущает. Если вы хотите устранить, у вас что-то болеть, у вас ничего не болеет, вы всем довольны. Больной не знает, что он болен. Он удовлетворен текущей ситуацией. Настоящий больной, он болен. А мы, как группа энергокомпании, мы осознаем, что это приведет к упадку. Понятно. Так. Есть еще вопросы? На понимание. Римма Соболь, группа по ТЭС. Можно предыдущий слайд? Правильно ли я понимаю или неправильно, что существует какая-то причинно-следственная связь между удовлетворенностью текущей ситуации энергокомпании и отсутствием нормативно-правовой базы. То есть удовлетворенность вызывает отсутствие базы нормативно-правовой. Сейчас попробую объяснить. Смотрите. Как бы рассуждаем от обратного. У нас есть сетевые компании, да? Нет, тогда если стрелка в другую сторону, еще как бы более-менее нормально. Не совсем. Сейчас попробую. Попробую объяснить, может быть вы меня поймете. У нас существуют сетевые компании. Почему бы им было бы выгодно заниматься распределенной генерацией? Почему они не занимаются? Почему они… потому что в настоящее время сетевые компании занимаются только передачей. Они не могут заниматься генерацией, да? Генерация занимается генерацией и сеть занимается передачей. Могли бы сетевые компании попросить разрешать им заниматься распределенной генерацией? Могли бы. Почему они этого не делают? Потому что не хотят. Поэтому да, удовлетворенность текущей ситуации. Спасибо. Да, Аня. Анна Кузьмина, группа «Биоэнергетика». Меня, конечно, искренне порадовало, что в самой основе упадка энергокомпаний лежит приоритет экономических ценств и над экологическими. Но я немного не понимаю вашей связи. То есть у вас сейчас приоритет экономических ценств. То есть вам плевать на экологию, вы выжимаете максимальное количество прибыли из того, что сейчас имеете, загрязняете, не ставите новое оборудование, используете уголь, не модернизируете оборудование, но при этом приходите в упадок. А если, как бы, вот я искренне не понимаю связь, то есть вы это все понимаете, но при этом еще и приходите в упадок. А если вы экологические ценности сделаете в приоритет экономическом, то придете на процветание. Мы считаем, что тогда мы сможем реструктуризироваться и способствовать развитию энергетики. Еще раз, за счет чего? За счет экологических ценностей? Да, энергокомпания. За счет того, что мы сможем, если мы осознаем проблему, то есть мы ее сейчас уже осоздали, как группа энергокомпаний. Ну то есть это вот, собственно, вот это самый приоритет экономических ценностей над экологическими, я правильно понял? В этом вы видите главную проблему энергокомпаний. Я еще хочу один вопрос спросить, а вы существующая энергокомпания или энергокомпания будущего? Смотрите, мы рассматриваем с позиции компании будущего существующую. То есть вот мы, как компания будущего, говорим, что существующие энергокомпании, существующие энергокомпании, они удовлетворены. А мы, как компания будущего, которая хочет остаться, которая хочет развивать энергетику, мы говорим, что вот эта удовлетворенность, она для нас губительна. Вы хотели что-то добавить? От группы, я так понимаю, да? Да, от группы, Сергей. Тут какое дело, то есть приоритет у всех, в принципе, у общества, бизнеса, государства и энергокомпаний экономики над экологией. То бишь реальная ситуация, в поселке построили птицефабрику, люди вроде обрадовались рабочим местам, прибежали, работаем. Какое-то время прошло, пошло загрязнение территории. Все, люди работают на то, грубо говоря, что им плохо в итоге. То есть вот пока вот это будет идти, ничего не добьемся. Понятно. Так, еще вопросы, да, прошу. Вопрос на понимание, вот как раз к дополнению. Правильно ли я понимаю, что сама энергокомпания строит станцию, которая имеет приоритет экономический над экологическим и ставит это в вину обществу? Но строят-то энергокомпания. А у общества есть выбор? Да, мы думаем, у общества есть выбор создать вот эту неудовлетворенность, помешать нашей удовлетворенности. Понятно. Ну, я правильно понимаю, что у общества, и у энергокомпаний Германии есть выбор? Как и у российских, в общем-то, тоже. Ну, это уже группа общества, да. Спасибо. Евгений? Так, нет вопрос, я правильно понимаю предыдущего вопрошателя, что энергокомпании строят птицефабрики? Да? Вы говорите, что строят энергокомпания, птицефабрику строят энергокомпания? Мне кажется, бизнес заказа государства. Очень много микрофонов, по-моему. Да, очень много. Все микрофоны мои. Наверное, возможно, случилась оговорка, но я думаю, суть все поняли, что дело не только в птицефабриках, но в том числе и в генерирующих мощностях. Да, но дело не только в генерирующих мощностях, но и в бизнесе, и в обществе, и в государстве. А почему бы не начать с себя? Спасибо. Так, мы перечислили всех, понимаете, мы не говорим, что это только проблема общества, бизнеса и государства. Мы написали, бизнес, общество, государство на генерирующемпании, все субъекты энергетики должны участвовать в ее развитии. Спасибо. А можно вопрос на понимание? Там, собственно, были очень давно руки. Можно микрофон хотя бы один туда отдать? Группа ДМИ захватила буквально. Винокуров Кирилл, группа Умная энергетика. Мы сегодня подходили к вам с предложением, и вот вопрос, как вы к нему относитесь и почему? Напомните, пожалуйста, предложение сегодня очень много групп было. Какое именно было у вас? Предложение инвестиции в роботов, которые мы презентовали. Мы принесли письмо и презентацию. Не осилили. Да, сегодня было очень много на самом деле вопросов. Можно мы завтра, может быть, вам ответное письмо напишем в письменном виде? Неприемный день. Сегодня был приемный день, но, скажем так, неписьменный. Но не для всех. Да, прошу. Никита Бородки, группа общества. Скажите, вот за какой срок произойдет вот этот упадок нерекомпаний? До того, как у нас будут заканчиваться исчерпаемые ресурсы, или это уже будет вследствие того, что и нехватки ресурсов тоже? Спасибо за вопрос. Я думаю, что это будет, конечно же, в связке. Потому что мы не… вот упадок энергокомпаний по нашим прогнозам вчерашним произойдет в случае, если мы не внедряем распределенную энергетику, если мы не занимаемся вот этой вот умной энергетикой, новой энергетикой. И тогда, конечно же, мы по-прежнему используем ресурсы, ресурсы заканчиваются, мы приходим в упадок, и это все, получается, закольцованные наши проблемы. В общем, как я понимаю, упадок будет происходить вследствие того, что ресурсы ископаемые будут дорожать, и вследствие того, что их добыча будет все усложняться, усложняться и становится дороже. Ну, не только, как бы, вот видите, мы, как бы, ресурсы на данном слайде, мы не выделили как отдельная причина. Мы считаем, что, как бы, они, это слишком многофакторные, да? Тогда я… Если можно короче, короче, ну, то есть, дескать, идет время. Хорошо, тогда я закончу, спасибо. Спасибо. Да, наверное, последнее суждение. Группа государства, скажите, пожалуйста, вот на данной схеме, да, скажите, где находятся энергокомпании? Вот на данный момент, где, где вы здесь? Поняла, спасибо за вопрос. Да, мы обсуждали в группе этот вопрос. Вот смотрите, мы думаем, что удовлетворенность текущей ситуации энергокомпаниями, она была некоторое время назад. И это привело к тому, что мы до сих пор не внедрили в энергокомпании распределенную генерацию. То есть, мы думаем, что мы расположены как раз вот на этом ключевом моменте, когда, если мы внедрим ее, то мы еще способны избежать проблем. Хорошо, можно еще дополнить? Сегодня, вернее, вчера были графики излишков мощности в Свердловской области. А, да, были, но у нас были не графики. Вы подходите к упадку энергокомпании? Это были не совсем, как бы у нас были не графики, у нас был анализ. И можно тогда еще раз конкретизировать вопрос. Графики, что… На данный момент в Свердловской области существует излишек мощностей. Да, да. Энергокомпании об этом знают, да? Да. Так вы говорите, что вы находитесь где? На данном этапе у нас существует излишек мощностей. Но если мы продолжим наращивать этот излишек, он будет увеличиваться, то он будет еще более не востребован. Вот, и мы тогда, когда он еще сильнее увеличится, вот мы окажемся на последнем этапе. Я хочу спросить. Вот у вас обозначен, собственно, рост тарифов. Я так понимаю, что он в энергокомпаниях происходит. И вот хотел спросить, это благодаря вашему, собственно, развитию или благодаря вашей деградации в энергокомпании он происходит? Спасибо за вопрос. Тут такой сложный на самом деле момент. Рост тарифов это такая, как мы попытались это изобразить, очень закольцованная схема. То есть, на мой взгляд, рост тарифов приведет к нашему упадку, потому что тарифы возрастают, от нас уходят потребители, нагрузка на оставшихся потребителей возрастает, и возрастают снова тарифы. У нас не востребованы излишки мощности, и таким образом у нас окажется упадок. А вы как-то на этот рост тарифов влияете, или вы к этому не имеете отношения? Они сами по себе, а вы сами по себе. Сложный на самом деле вопрос. Он как бы, возможно, не могу точно ответить, но могу сказать, что не только мы на него влияем. То есть, потребители уходят, и их уход мы не совсем можем остановить. Ну, я тогда еще раз этот вопрос попробую задать. Вот я правильно понял, что на слайде, который был до этого, на первом слайде, вы говорили о, собственно, невостребованности вводимой установленной мощности. Да. А вот эта мощность, она будет приводить к увеличению тарифа, я так понимаю? В будущем, да. Да. А вот, в общем, это вы считаете, собственно, развитием или нет? Я помню, что вчера вы говорили, что нет, что это сдерживание. Вчера это было сдерживание, да, это позиционируется нами как сдерживание. Ага. А вот, собственно, группа рассматривала снижение тарифа, снижение тарифа, как, собственно, работу энергокомпании по снижению тарифа. Нет, мы вот рассмотрели же причины, отталкиваясь от последствий, и поэтому, отталкиваясь от последствий, у нас как бы наблюдается рост тарифов. Если можно вернуть, вот тот слайд, где схема. Хочется увидеть вот на этой схеме, или где же здесь может быть, собственно, развитие компаний. То есть, если вы говорите, что рост мощностей, вот новых объектов, это сдерживание энергетики, приводит к сдерживанию энергетики, то что же тогда приводит к ее развитию? И где оно здесь может быть, хотя бы в каком месте оно здесь может быть? Спасибо большое, но мы как бы вот сегодня на этой схеме показывали только причины сдерживания. Причины, которые бы нас привели к развитию, мы здесь не указывали, это действительно так. Я понял. И я еще, собственно, хотел задать вопрос на будущее, может быть, на завтра. А у энергокомпаний, собственно, есть программа Ниокр? Думаю, этот вопрос, но как раз вот сейчас мы на него ответить не можем. Да, ну и вот, собственно, если бы группа вот это узнала и, например, нам бы рассказала, а какие проекты Ниокр сегодня, собственно, компаний реально поддерживаются. Нам, я думаю, было бы очень интересно узнать. Спасибо большое за предложение, мы обязательно попробуем. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, следующая группа «Бизнес». Микрофон. Андрей Иванов, группа «Бизнес». Тема нашего доклада аналогичная. В самом начале нашей работы сегодняшней группа выдвинула предположение, что проблемы развития энергетики лежат в низкой заинтересованности и низком уровне ответственности в российском обществе. АПЛОДИСМЕНТЫ Группой было проведено исследование потребностей групп в привлечении бизнес-сообщества для реализации своих функций и требований бизнеса, каждый из них для реализации собственных целей. Первыми мы исследовали наши взаимодействий, взаимодействия бизнес-сообщества с государством. Государство выставило бизнесу несколько условий, необходимость для эффективного обеспечения государственных функций. Это прежде всего требования к нам о том, чтобы мы инвестировали в собственную экономику, платили все налоги и не давали взятки. С нашей стороны требования к государству были следующие. Минимум это не мешать, не создавать бюрократических барьеров, максимум помогать, регулирование отношений, установка общих правил игры через законодательную деятельность, снижение административных барьеров, функции госгаранта и различные преференции. Также ответственность перед бизнесом и чистка своих рядов от взяточников и мздоимцев. Следующими, к кому мы обратились, были энергокомпании. К энергокомпаниям выдвинули следующие требования к бизнесу. Это обеспечивать спрос на электроэнергию и мощность, соинвестировать в энергопроекты и обеспечивать разумное предложение. Через качественную и современную технику и технологии. Бизнес обратился к энергокомпаниям также с разумным предложением цены на электроэнергию, спроса на отечественную продукцию, энергетического машиностроения, которое предлагает бизнес и других услуг. А также ответственность перед клиентами и партнерами энергокомпании. Далее мы обратились с таким же вопросом к обществу. Требования общества к нам – это разумное предложение по ценам, по срокам и сервису. Бизнес у нас многогранен, который мы представляем. Это и услуги, и финансы, и промышленность. Следующее – это была социальная ответственность по отношению к обществу, бизнесу. Социальная ответственность. И спрос на отечественных рабочих и специалистов. Следующими требования к обществу от бизнеса – это непредвзятое отношение к бизнесу, доверие и готовность учиться, трудиться. Также обеспечение своей квалификации, спроса на отечественную продукцию, на продукцию нашего бизнеса и ответственность перед бизнесом также. Далее мы задали вопрос самим себе, бизнес бизнесу. Что мы хотим от себя – это также разумное предложение, ответственность перед клиентами и партнерами и ориентация на длительное сотрудничество. В конце мы обратились к идеологам наших пяти мегапроектов, которые носители идей выдвинули стандартные, как нам кажется, закономерные требования. Это инвестиции и ресурсы, прежде всего основные фонды и производственные площадки бизнеса для реализации своих энергопроектов. Это заинтересованность бизнеса в этих энергопроектов, доверие к ним и возможно трудоустройство, например, руководителями данных проектов в цехах компаний. Наши же требования к носителям идей – это обеспечение доходности их проектов, указание предельно точного срока окупаемости, чтобы их проекты были востребованы потребителям, были актуальны. По итогам реализации были конкурентоспособны, нужно отличать востребованность от конкурентоспособности. Также носители идей были ответственны перед бизнесом и были уверены в реализацию собственных целей. По итогам данного опроса мы систематизировали, провели систематизацию, анализ полученных данных и группа выделила 4 характерные проблемы и групп требований, которые разделила на 4 группы. Мы их назвали ценностными причинами. Это недоверие друг другу. Примером может быть, можно привести конфликты, которые возникают, например, у бизнеса с энергокомпаниями, у бизнеса с государством. Также слабая уверенность в себя и свои результаты. Примером может служить отсутствие венчурных, дорогих и нестандартных проектов в энергетике. При обладании, превалировании личных интересов взамен общественных. Пример это бездействие, коррупция. Ну и четвертое, это мышление монополиста. Когда энергокомпании не стимулируют спрос. Нужно сказать, что здесь я просто привожу пример энергокомпании. Это применимо и как бизнесу, так и государству, так и обществу в целом. Энергокомпании не стимулируют спрос. Только отвечают на заявки потребителей. Примером может являться отсутствие электромобилей в нашей стране. Нет заправок, нет электромобилей. Заправки, сети, как мне кажется, должны обеспечить энергокомпании. В базисе этих причин, по мнению группы, лежит отсутствие ответственности у государства, бизнеса, энергетики и личности друг за друга перед будущими поколениями. Выводы следующие. Отсутствует ответственность каждого человека перед своей средой обитания, обществом, что ведет к деградации, в том числе энергетической. Данная проблема, по мнению группы, лежит в идеологической плоскости и должна решаться обществом системно через институт семьи, церкви, систему культуры и образования, менеджмент. Результаты могут проявиться лишь в долгосрочной перспективе. Можно предыдущий слайд? Как данные причины можно применить к бизнесу, через призму бизнеса? Внутри компаний, я не знаю, наверное, в неэффективных компаниях, в больших компаниях может быть приемлемо недоверие, например, руководителя и работника. Слабая уверенность в себя и результаты плохо скажутся на развитии бизнеса. Личные и частные интересы также неприемлемы внутри компании. Мы стимулируем командную работу и, соответственно, мышление генерала, которое я главный и уйдите от меня, тоже неприемлемо в компаниях. Поэтому через призму бизнеса можно сказать, что проблемы сдерживания развития энергетики могут лежать на этом слайде. Понятно, спасибо. Римма Соболь, группа ПТС. У меня суждение. Мне презентация понравилась. Я поняла, что вы сделали вывод, что в личности, в человеке, в общем, причина. Я бы, если честно, брала первый слайд, где вы говорите требования к вам, других субъектов. Но это как бы для себя оставило на будущее к вам требования, потому что слишком громоздко получилось. Не уловились мысли вообще. А вот самое важное, это было, мне кажется, в выводах прописано. То есть ваш анализ, вот его результаты. Все. А так понравилось? Спасибо. Да, прошу. У меня такой вопрос. Можно слайд назад сделать? Можно слайд перевернуть? В общем, вопрос такой. Вот эти вот причины, которые на красном фоне были написаны, я правильно понимаю, что они как бы появились вследствие вот этих ваших обращений к другим группам? Да, очень много ответов. Да, и из этого вы сделали вот этот красненький первый верхний прямоугольничек. И правильно ли я понимаю, что вот те причины, последствия сдерживания развития энергетики для бизнеса, о которых вы вчера говорили, они как бы вот к этому не имеют отношения к прямоугольничку? Или имеют? Или вы не связывали? Нет, это прямое отношение. Единственное, у нас была гипотеза, которая подтвердилась в ходе опроса. То есть скорее красный кубик появился, наверное, до опроса. И лишь частые ответы по… Я просто еще сразу же суждение, что вот я просто читаю, какие вот вчера вы последствия, отсутствие мотивации бизнеса, недостаточно внедряются новые технологии. Вот просто, может, группа покажет, ну там в дальнейшем, как это связано с причинами, которые вы сегодня получили. Внедряются новые технологии. Это вот не сейчас, не сейчас. А, да, хорошо. Есть ли еще вопросы? У меня суждение тоже. Такое суждение с Магилов Андрей, группа Ямал Урал. Такое суждение, что наш бизнес в некоторых частях своего доклада, ну и вообще, занимает для себя слишком удобную позицию. Вот вы говорите, что мы для вас должны найти конечного потребителя нашего товара. То есть мы должны принести вам все готовое, а вы только продавать будете. Суждение? Да, суждение. У меня, конечно, не могу не задать вопрос личный. Вот группа бизнес способна делать деньги на дерьме? На торфе? На дерьме. Ну, какой торф там, слушайте. До торфа еще надо дойти, я считаю. Способна или не способна? Почему умная энергетика задается вопрос за биоэнергетику? Да, способна. Умная энергетика вам задавала другой вопрос. Способна, способна. Группу мы сможем? Да. Да. Сейчас уже неприменительно даже биоэнергетики, если исходить именно в прямик от вашего осуждения, как бы, как он называется? Это вопрос. Коллекторный или не коллекторный, как-то, который... А, как он называется, который вводит и глибную яму вычищает бизнес? Да, 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 вот именно вот это. Да. Он как бы прибыльный, деньги же делают. Мусор перерабатывающий завод. Я правильно понял, что вы считаете это, в общем, одними из, собственно, прибыльных направлений? И вы способны это делать? Я просто не понимаю, что вы подразумеваете по словам «дерьмо» в прямом смысле или нет? Если в прямом, я вам ответила. Осенизаторный бизнес существует, на этом деньги сделают. Если не в прямом, то биоэнергетика. Мы тоже не отказываемся. Мы считаем это прибыльным. Да, там вот есть, у группы биоэнергетика, там вот есть очень хороший проект на этом самом курином помете, по-моему. То есть вы способны сделать, собственно, на этом деньги или нет? Вот мне очень важно это понять. Если у нас какая-нибудь птицефабрика, мы ставим себе биоэнергетику, себя питаем, у нас есть излишки, почему бы нам их не продавать? Ну вот просто сегодня-то ведь этого нету в нашей стране. То есть сегодня вот эти замечательные ресурсы лежат просто, да, Вить? Мы считаем, да. Мы вообще считаем, что биоэнергетика для бизнеса – это просто незанятая ниша, незанятая ниша, которую нужно развивать и получать с этого деньги. Ну, тут вот меня как-то немножко смущает, не обманываем ли мы тут друг друга? Не обманываем ли? Не, ну просто сегодня этого нету, а вы говорите, что, дескать, да, что вы, собственно, и на то готовы, и, собственно, и этих самых роботов готовы каких-то зачем-то куда-то там внедрять. Мы представляем бизнес в целом. Так. Если мы будем спозиционировать себя как какое-нибудь отдельное предприятие, то, естественно, у нас, мы не сможем все охватить. Если наша позиция на игре как бизнес в целом, мы выражаем, значит, позицию бизнеса в общем. И почему мы не можем быть заинтересованы в нескольких проектах? Нет, нет, нет. Но, вот, мне кажется, вопрос вообще не лежит в теме сегодняшнего выступления, потому что причины сдерживания, они существуют. Бизнес сейчас не может это выполнить в условиях этих условий, в этих условиях. Соответственно, будут условия, будет и помет, и энергия из него. Еще, мы пришли к выводу, что если такая ситуация, как сейчас у нас повторится, вот мы не зря, как бы это было все долгое предисловие с кружочками, выплыванием. В ходе нашего вопроса мы поняли, что каждая группа тянет одеяло на себя, то есть она хочет себя развивать, но при этом братья, получается, от других групп, все, что можно, себя развивать, но это невозможно. Нужно именно в системе работать. Если это у нас как-то будет, то есть кто-то будет идти на уступки, как-то мы будем договариваться, то, возможно, у нас развитие и будет. Поэтому, как бы, один бизнес это не сможет сделать, он не сможет взять все проекты, их внедрить и реализовать, и при этом с ним дать денег. Вот, а я-то слышу, я-то слышу обратное. Вот у вас, собственно, вам задают вопросы, там, и какие-то роботы, какие-то там, значит, мы отвечаем, да, мы их поддерживаем, конечно, без проблем, что там, и, собственно, про, про, собственно, биоэнергетику тоже поддерживаем, никаких проблем. У нас вывод отсутствия ответственности друг за друга. Мы отвечаем только за себя, но не за других. И мы считаем, что если это так и будет, то есть не будет системности, а сообщности, связности, то ничего не будет. Виталий. Мне очень хотелось бы вот этот вопрос прояснить. Мне кажется, он очень важный. Вот вы, собственно, как оцениваете эффективность российской энергетики вообще? Как вы оцениваете ее? Низкую? Низкую. В плане энергокомпании или чего? Или развития новых технологий? Собственно, в плане, ну вот, выйдем, собственно, выйдем на улицу и посмотрим, насколько там эффективно, например, организован, ну, например, вот этот самый куриный помет. Нет, ну, если быть искренним, то, конечно, эффективно. Они мало вкладываются, но много получают. Еще раз, подождите. Мы же с вами знаем, что вот биоэнергетика у нас не внедряется. И хотелось бы понять тут роль бизнеса и его позицию. Вот и выявить причины, причины, почему это сегодня происходит. Да, прошу вас. Бизнес, как бы природа бизнеса в деятельности. То есть если кто-то только говорит, бизнес считает и если это выгодно, реализует. А может не быть регулирования, может не быть общественного мнения. Бизнес будет делать деньги из воздуха за счет государства, за счет общества. Мы об этом говорим. Я правильно понял, что бизнес себя позиционирует таким образом. Он сидит, ему приносят, значит, расчеты, он смотрит и говорит, ну, дескать, да или нет. Можно помощь группы? Да, прошу. Я просто хотела немножко прокомментировать по презентации. У меня такое ощущение, что не все понимают, о чем мы говорим. Если говорить про реальную ситуацию в бизнесе, то о чем происходит. Основная цель вообще бизнеса какая? Получить максимум прибыли за минимальный срок. То есть долгосрочные проекты рассматриваются, но как-то так. Среднесрочные имеют место, да, короткосрочные вообще чудесно. Основная цель бизнеса это деньги. Это текущая ситуация, это честно. Но мы-то говорим о том, что мы понимаем, что это как-то неправильно. Что что-то не то. Мы не развиваемся и все так считают. Общество думает, что им все должны. И как бы они что могут сделать? У них нет рычагов влияния и как-то воздействия. Вроде как тоже они ничего не могут сделать. Энергетика преследует свои цели. Каждая группа преследует свои цели. И мы считаем, что чтобы что-то произошло, каждый должен пойти навстречу. То есть чем-то немножечко пожертвовать. Это не значит, что мы отказываемся от прибыли и будем работать в убыток. Нет. Так. А чем собирается жертвовать бизнес и зачем? Я вот не понял пока. Чем и зачем? Да, очень интересно. Ну, хорошо. Давайте тогда, в общем, про энергетику. Что это? Свет и тепло. Вот мы сейчас с вами здесь сидим, у нас здесь светло и тепло. Нет, подождите, вот про, собственно, куриный помет. Меня вот про он очень волнует. Я прямо как-то беспокоюсь. А что именно? Ну, это ниша, она свободна. Нет, я вот вижу ситуацию, вижу ситуацию, что вот, в общем, есть помета очень много, а бизнеса на этом нету сегодня. Ну, потому что бизнес... Потому что группа куриного помета сегодня к нам не подходила. Подойдет, мы решим. Мы же говорим о этой реальности. Я, к сожалению, боюсь, что вы скажете тоже, да, конечно, куриный помет будет, куриный помет, дескать, все хорошо. К сожалению, вы не правы. А еще, я вижу кое-что еще. Я вижу, что, например, в Германии бизнес, в Германии бизнес, он почему-то этот куриный помет уже освоил, в общем, на 99%. Вот, сам. Я хочу, чтобы лично вы, да. Нет, вы хотите, чтобы мы в рамках игры за 7 дней освоили куриный помет здесь прям? Вот вы сейчас ко мне какие претензии? Вот здесь прямо, я считаю. Ну, извините, в рамках игры куриный помет прям здесь. Группа бизнес освоить не может. Очень важно, очень важно, собственно, выяснить, насколько группа бизнес способна занимать позицию бизнеса и в чем она на игре. И пока что, пока что, я этого не понял, мягко скажем. Вот это отношение, что, какой бы проект ни пришел, мы все поддерживаем, это поддерживаем, это поддерживаем. А мы при этом видим, выйдя на улицу, что ведь ничего этого нету. А мы не все поддерживаем. У меня такое ощущение, что спикер не слушал первую часть доклада. В том смысле, вы просто утрируете фразы, это не может случиться одномоментно, это не произойдет одновременно развитие всех проектов, понимаете, никак, это невозможно. Развитие вот бизнес без поддержки всех остальных групп, которые не действуют, невозможно ему развить все это вместе. Должно быть все постепенно. И бизнес начнет с самого легкого проекта, а самые легкие, ну, как бы очевидно, это помет, о котором вы говорите. Я вот еще раз хочу акцентировать внимание группы, может быть, я это невнятно делаю. Вот ситуация. У меня вот такая, может быть, иллюзия, что бизнес, он вот за эффективность. Как, значит, он видит, например, лежит много куриного помета, никому не нужно. Он такой смотрит на него и думает, значит, ага, дескать, на этом, на любом вещи, на любой можно сделать деньги. Так неэффективно в нашей стране это делать. Хорошо, вам нужно развивать энергетику? Вообще кто-нибудь хочет развивать энергетику? Есть такие? Да, мы готовы помогать. Ничего себе. Мы готовы помогать в развитии энергетики, но мы не забываем, что у нас какие-то свои личные цели, которые лежат, в принципе, в базе бизнеса, да, это основа бизнеса, их, ну, никуда не деть. Я правильно понял, что вот вы готовы, собственно, вот этим проектам помогать таким образом, вы готовы им говорить да и, собственно, давать деньги? Нет, мы неправильно понимаем. Так, а как? Мы готовы действовать. Просто сегодня не тема развития проектов, поэтому мы не развивали проекты и не готовы отвечать именно как и что мы будем делать с этими проектами. Мы говорим о диалоге, мы готовы вести диалог. А сегодня ведь другой вопрос. В чем причина, почему сегодня наш бизнес российский, почему он сегодня, в общем, не может делать то, что делать не надо? Потому что он не ответственен, потому что он не думает о том, о чем я только что говорила, о будущем, о том, что вообще ждет страну, потому что он думает только о деньгах и о том, как бы из всего извлечь прибыль, потому что текущий бизнес такой. Нет, я так хочу сказать, что, может быть, он просто плохо об этом думает, о том, как эффективно извлечь прибыль сегодня, собственно, в этой стране из всего. Может быть, в этом дело? А не в том, что он, там, дескать, что он, собственно, должен стать этим самым, как его? Ну, это версия умной энергетики, наверное, так. Взять Библию, там, дескать, что, дескать, все люди братья говорят, может быть, не в этом проблема? Можно рассмотреть на примере компанию УГМК, да? У них сейчас, я считаю, это наиболее эффективная компания сейчас у нас в Уральском регионе, потому что у них есть на данный момент свое учебное заведение, которое они организовали на своей площадке, свое производственное заведение, да? То есть у них… Можно без комментариев, пожалуйста? УГМК не будет заниматься куриным помехом. УГМК не будет заниматься куриным помехом. У них полный цикл, да? То есть, грубо говоря, у нас есть фабрика с куриным этим пометом, да? Мы им делаем полный цикл поставки энергетики через биоустановки. И, следовательно, эффективность бизнеса возрастает, правильно? Правильно. Не знаю. И плюсом частично мы можем выдавать в сеть. Я не понял про УГМК пример, не понял. Баскетболом занимается, музеем военной техники занимается. Почему не заниматься куриным пометом? А еще парк строят там. И свой парк строят, своих специалистов растет. Из-за отходов металлических. Как нам не обманывать друг друга? Вот в этом главный вопрос. Мы сегодня видим, что Игорь, по-моему, рассказывал про выступление Чубайса, где он оценивал эффективность, собственно, российской экономики. А точнее, ту, ну как бы, неэффективность, чудовищную неэффективность в любой отрасли, куда только не посмотри. В любой. Например, взять лес. Что происходит в лесной промышленности? Собственно, а там происходит то же самое, что происходит в, собственно, курином помете. То же самое. Согласен. Да. И тут важно понять, а бизнес к этому имеет отношение или не имеет. И тут очень важно, чтобы в Германии бизнес, он почему-то к этому имеет отношение. И он вот на всем на этом может делать деньги. О какой эффективности идет речь? О эффективности для бизнеса или эффективности для общества, государства? Бизнес получает свою копеечку, которая это делает. Подождите. А государство не получает… На курином помете вы, собственно, эту копеечку получаете? Или на чем? Я не понял. Ну вот смотрите, на текущий момент, да, какая у нас ситуация? То, что у нас есть, допустим, лесообрабатывающий завод, да? Но он не использует топилки, да? Да. Он просто их выкидывает. Сейчас что обсуждается? Мы не понимаем. Да. Да. А мы рассматриваем такую ситуацию, при которой бизнес, да, на примере Германии, будет в дальнейшем использовать эти опилки для производства собственной энергии и обеспечения своего производства. А сегодня это не происходит. Что? А сегодня это у нас не происходит. В чем тут тема дня и тема доклада? Да, это важно, у нас голос свыше. Есть голос свыше. Уже нет сил все это слушать. О, боже мой. Спрашной разливай. А в этой самой лесной промышленности там же отходы 70%. 70% это отходы. 70% без микрофона. И вот, конечно, важно понять отношения… Порядок вопросов и суждений нарушен. Правда. Сейчас что происходит-то? Группа бизнес не понимает, что происходит и что сейчас от него хотят. Сначала к нему привязались с, извиняюсь, дерьмом, потом с куриным пометом, теперь с лесом. Точно, точно. Вот, мы не считаем, что это тема дня, и мы сейчас… К регламенту стандартному. Да, мы сейчас не понимаем, кто от нас требует. Веером вопросы на понимание, затем суждения и краткие, может быть, направляющие какие-то вещи. У меня лично есть суждения. Отлично, хорошо, если бы вы его высказали. Спасибо, Константин Сергеевич. Я уже, как бы, его жду 20 минут. Понятно. Как бы, просто терпение лопнуло. У меня такое мнение, что поворот к причинности в меру, как бы, понимания, видимо, проекта, он, конечно, произошел. Но во всех трех докладах, в общем, причины, конечно, не вскрыты. То есть и то, что нет заказчика, и то, что приоритет экономических ценностей, и то, что низкая ответственность – это не причины. С моей точки зрения. Это, безусловно, следствие. Но так, как они трактуются в ранге причин, то все содержание докладов выстроено от этого. Поэтому оно получается поверхностным, не вскрывающим вообще причинность и не приводящим к необходимости понимания развития ни в какой степени. И поэтому, как бы, все обсуждение, которое было, оно, мне кажется, бессмысленным. Но это не страшно. Почему? Потому что это у нас игра. Главное – фиксировать то, что происходит. И вот с этой целью в металлургической группе был разработан, значит, инструмент фиксации. Вот сейчас, если, значит, обсуждение по докладу закончится, вот Дамир Вахитов выступит с небольшим, значит, предложением, где он покажет и предложит, значит, пользоваться инструментом. Такая матрица по, значит, упорядочению смыслов и фиксации того, что происходит на игре. Вот. Все, спасибо. 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 Видимо, ждем, собственно, Дамира. Здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Последние два дня разработали шахматку движения групп по игре. Сейчас покажу, как ее открыть. Зайдя в комнату игры, можно открыть транспект металлургической группы. А у тех, у кого есть ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства, могут попробовать это сейчас сделать. Зайти в конспект металлургической группы и, где дополнительная информация, перейти по ссылке, пункт 4, шахматка движения групп по игре. Там ссылка на этот документ. Документ сделан в Google Docs в формате, похожий на Excel. Кто там сейчас администраторы? Могут открыть этот документ? Открыт. Открыт документ, да? Документ уже на экране, на проекторе. Документ представляет, есть несколько уровней. То есть, первый уровень, это фиксации по дням. То есть, если открыть вкладку день 1, то есть, видно, то содержание, эту вкладку я заполнил по вашим презентациям. То есть, по вашим презентациям. Здесь фиксируется позиция и самоопределение группы на игре в первой строке, а второй строке представление о развитии группы, третий тезис и идеи и мысли содержания доклада группы. Итак, по каждой группе, по каждому дню можно посмотреть. На следующем уровне, на втором уровне, представлены различные карты. То есть, можно открыть, например, карту самоопределения групп. Здесь сведено автоматически то самоопределение групп, как группа представила себя в презентациях, опять же, на данный момент. Здесь уже идет по всем дням. То есть, скажем, сотовая энергетика в первый день представляла себя как распределенная, а на второй день мы видим, что сотовая энергетика продолжает фиксировать себя как заплата и так далее. Так можно идти по всем дням и соотносить свое самоопределение с другими группами. Кроме карты самоопределения, есть карта представления и развития, карты смыслов, то есть те идеи и тезисы, которые представляют группы, карты мегруппового взаимодействия и итоговая карта, карта движения групп на игре. Каждый участник игры может оставлять комментарии по поводу того или иного тезиса либо фиксации самоопределения группы и взаимодействия группы. Документы на листах день 1, день 2, день 3 и в течение, в ходе докладов, в ходе пленумов, можно сразу заполнять те или иные ячейки, презентовать свою группу перед другими группами. Есть ли вопросы у меня, ко мне, у участников? Да, Андрей Иванов. Дамир, а почему некоторые ячейки в матрицах не заполнены? А группа в своих презентациях не заполнила данную информацию, скажем, представление о развитии, группа по тестам не выразила в презентации. Группа может заполнить пробел и заполнить сама. Вообще предполагается, что заполнять эти ячейки будут группы сами. Дамир, еще вопрос. Насколько здесь субъективное мнение указано вашей группы, в каждой из этих ячеек? Потому что я знаю, что не все группы адекватно были поняты на своих выступлениях. Я не говорю про свою группу сегодня. Практически во всех ячейках процитированы те тезисы, которые группа презентовала в своих презентациях. Просто скопированы с презентацией на данный момент. Группа может поправить себя, если группа неправильно сформулировала то, что хотела донести в этот день. Спасибо, Дамира. Это большая работа. Очень приятно. Я хотел спросить. Елена Борисовна задает вопрос. А зачем группы будут заполнять вот эту матрицу? Чтоб представить свое движение на общей карте. Ясно. Хорошо. Есть ли еще вопросы к Дамиру? Спасибо. Идем дальше. Вы что-то хотели сказать? Да? Я понимаю, что довольно уже запоздал, но можно мне высказать еще по поводу внедрения биоустановок в бизнес? А вы из какой группы? Группа общества. Так, собственно, сейчас же ваш доклад. Просто пришло в голову то, что я не пришел раньше по поводу вот без снов. Если сейчас не время, то ладно. Может быть, собственно, вы в рамках вашего доклада это сделаете? Хорошо. Спасибо. Группа общества. Добрый день. Меня зовут Жука Федор. Это Никита Орлов. Ну, значит, мы наконец-то сделали работу над ошибками, прорефлексировали вчера и наконец-то наше самоопределение стало действительно точным. Цель группы на игру показать, что общество может и должно влиять на развитие энергетики. Из этого вытекает задача выявить и разработать механизмы воздействия общества на энергетику. Позиция же наша. Мы общество, то есть те, кто должны стать заказчиком развития энергетики. Значит, это активная позиция общества. Механизмы, с помощью которых мы должны воздействовать на развитие энергетики, следующее. Создание общественных организаций и их взаимодействия с государством, энергокомпаниями и бизнесом. Соответственно, понятный пункт. Общественные организации должны сосредотачивать тех самых инициативных граждан общества, которые действительно пекутся за развитие нашей энергетики. И второй механизм, так называемый интернет-портал «Российская общественная инициатива». Достаточно интересная вещь. На этом портале любой гражданин Российской Федерации, если у него появилась инициатива, может выставить ее на рассмотрение перед гражданами нашей страны. Нужно набрать 100 тысяч подписей либо на местном, либо на региональном, либо на федеральном уровнях. И соответственно, эта инициатива этот будущий законопроект будет рассмотрен органами государственной власти. Следующий слайд, пожалуйста. Добрый вечер всем. Значит, здесь мы попытались представить схему развития, так как ее видим мы. о чем собственно идет речь. Значит, вот мы полагаем, что на сегодняшний день энергетика из себя представляет какое-то ну вот разное определение есть, да, допустим, отрасль промышленности. Также мы полагаем, что в будущем она должна приобрести новые качества и будет из себя представлять допустим какую-то энергетику новую. Но вот между вот этими двумя состояниями необходимо пройти тяжелый путь развития. Значит, путь действительно непростой и сам по себе он протекать не может. Энергетика не может развиваться естественным путем. Она может развиваться только под влиянием каких-либо сил. То есть что-то действует в сторону развития что-то действует в противоположную сторону. То есть есть какие-то сдерживающие силы, есть какие-то движущие силы. Вот если мы говорим про общество, если мы говорим про общество, то вот в ходе работы выработана следующая позиция. Общество сдерживающей развития энергетики силой для общества является отсутствие вообще каких-либо сил. То есть общество практически не участвует в этом процессе. Вот в этом мы видим главную причину отсутствия развития в энергетике с точки зрения с позиции общества. Ну собственно говоря мы выявили причины по которым не развивается энергетика с позиции общества нет образа новой энергетики у общества. Соответственно либо этого образа нет в принципе ни на государственном уровне ни на уровне каких-то частных инициатив либо он есть но он не представлен для широкой массы обычных граждан. соответственно если проанализировать эту причину то самое главное это выявить решение решение с помощью которого можно идти дальше то есть это те механизмы с помощью которых общество сможет принять трансляцию вот этих самых образов то есть либо это общественные организации должны сгенерировать какие-то позиции либо государство должно соответственно транслировать свое видение положения энергетики будущего ну и вторая причина место общества в процессе организации развития энергетики не определено соответственно мы видим схему энергетика сегодня и новая энергетика и путь развития состоящий из нескольких этапов и мы не можем сказать на каком этапе находится общество в в этом процессе развития либо оно еще даже не здесь оно только здесь оно только подходит к тому чтобы развивать энергетику либо оно уже на первой стадии вот и как бы это нужно понять чтобы двигаться нужно понять это в первую очередь все спасибо спасибо да да прошу группа Ямал Урал у нашей группы есть образ новой энергетики скажите вы в принципе готовы продвигать вместе с нами наш проект да мы мы готовы развивать ваш проект но нам нужно знать конкретно и точно что мы получим и что мы должны вложить это как бы прямо по пунктам то есть стоимость срок окупаемости это очень важно заговорили как бизнес можно я чуть-чуть добавлю к коллегу значит картинку никак не сделать что-то не крутится так секундочку о чем мы говорим вот причины да у общества нет образа новой энергетики то есть общество не участвует в процессе развития потому что образ вот этот образ не сложился да грубо говоря о проекте Ямал Урал никто не знает и поэтому надо заниматься как раз вот этой работой да то есть должны быть появиться общественные организации которые будут заниматься просветительской работой которые будут пропагандировать этот проект общество может заниматься общество может участвовать да только вот в таком ключе развития так я правильно понимаю что на этой схемке вы забыли поставить копирайт Алексея Евгеньевича потому что он вчера это изобразил все что в SMD методологии собственно возникает оно все принадлежит всем как мы знаем копирайта сейчас тут нету спасибо прошу так Никита Бородский группа общества еще у нас в обществе ну у нас в группе разделилось еще мнение насчет третьей причины есть такое мнение что вот эта третья причина заключается в том что общество сейчас занято совсем другими процессами например обеспечением как бы своего существования и причем не только вот та часть общества которая влечена вот в энергетику но вообще вся допустим низкая обеспеченность людей она сказывается на том что они намного хуже выполняют свою работу и вот в процессе взаимодействия всего этого общества друг с другом недовольство качеством обслуживания низкая обеспеченность она все заставляет людей сконцентрировать внимание не на том вот что будет там завтра какая энергетика нам нужна на том как бы обеспечить свое существование вот ясно понятно важное добавление спасибо здравствуйте артем умная энергетика по поводу сегодняшнего предложения каково ваше мнение что вы думаете по этому поводу и почему так напомните пожалуйста предложений было много тяжело держать голове ну по поводу внедрения новых технологий которые позволят улучшить качество жизни общества но поначалу поскольку будут требоваться затраты то тарифы немного повысится но в итоге тарифы станут еще меньше чем сейчас возможно даже намного вот да мы мы готовы принять значит данный проект но мы мы должны понимать вы говорите немножко повысится насколько немножко повысится я не знаю ну вот понимаете а мы тоже точно не можем сказать потому что это же все зависит от конкретной экономической ситуации в конкретный год то есть экономический спад и для человека уже каждый рубль ценен по большому счету ясно ясно но вообще в целом вы готовы проводить какие-то мероприятия устраивать какие-то акции для того чтобы это все внедрялось если вас устроит экономическая выгода да проектная группа вопрос похожий как мне кажется то есть речь идет о том что если будет понимание если будет четкое видение что это нужно если общество поймет что ему это необходимо оно конечно будет участвовать в процессе развития в процессе внедрения вашего проекта вот эту работу надо вести можно еще вопрос а вы отдаете отчет в том что тарифы все равно будут повышаться даже если мы не внедрим новую технологию да конечно спасибо да прошу на горсотовая энергетика правильно я понимаю что будет некая инициативная группа которая будет навязывать мнение обществу в смысле какая инициативная группа общественная общественная инициативная группа которая будет навязывать мнение обществу свое мнение обществу обществу нету слова навязывать как она будет пропагандировать мы говорим что во первых будет несколько инициативных групп как бы в идеале их должно быть очень много то есть и каждая инициативная группа мы же не можем сказать что нам не нравятся только высокие тарифы нам не нравится плохая экология высокие тарифы устаревшее оборудование опрессовки Мы вообще-то задумываемся о том, что через 100 лет закончится газ, уголь, и мы нуждаемся в развитии невозобновляемых источников энергии. Поэтому я не понимаю вашего вопроса. Одной не будет, конечно же, нет. Спасибо. Сейчас у меня микрофон. Можете микрофон передать? Правильно ли я понимаю, что общество, чтобы стать вот этим движущей силой, сейчас ждет, что им этот образ новой энергетики придет из телевизора там откуда-то? Отчасти да. Я попытаюсь развить свою мысль. Да или нет? Не обязательно из телевизора. Не обязательно из телевизора. Обязательно в обществе есть какая-то сознательная часть, которая готова транслировать свое знание и свой образ развития. И может оно транслировать? Ну хорошо, тогда сразу же, может быть, к суждению перейду. Тогда как-то вот почему сейчас таких не появляются? Сегодня вот день причин ведь. Почему сегодня нет таких, ну не знаю, общественных организаций или кого там? Кого там вы ждете, кто вам этот образ покажет? Именно в этом вопрос сегодня, как тема дня. Да, я понимаю, есть вопрос? Жаренков Александр, группа энергокомпаний. Вот если я не ошибаюсь, несколькими слайдами позже вы утверждаете, что общество не… Нет, еще позже. Место общества в процессе организации развития не определено, но на том слайде, который был показан до этого, вы пишете, что общество занимает активную позицию и является заказчиком. Вы здесь не видите какого-то противоречия? Это первый вопрос. И второй вопрос, если вы все-таки заказчик, то кто субъект этого развития? У кого вы собрались заказывать энергетику? Спасибо. Значит, первый вопрос, да? Если быть точным, мы, общество, те, кто должны стать вот этим заказчиком, еще нет. Общество сейчас не является заказчиком энергетики, заказчиком развития энергетики. Общество тоже должно развиться, правильно? Что? Обществу тоже следует развиться для этого. Ну, я бы не стал судить об этом именно как о развитии общества. Возможно, да. Должны работать механизмы, которые бы позволили обществу принять вот это качество, да? Качество заказчика развития энергетики. Мы попытались эти механизмы писать, как пример, вот эти два. Это какие-то потенциальные механизмы? Сейчас они, так скажем, нереально невыполнимы. Их либо нет, либо они работают плохо. Вот, допустим, вот этот проект существует, он в действительности есть, да? То есть, как бы, вы, наверное, слышали об этом, но инициатив в отношении развития энергетики там нет. Почему нет? Тема сегодняшнего дня, да? А заказывайте, у кого будете? Когда вы, соответственно, разовьетесь, кто будет вашим поставщиком? Видимо, группа на это не работала или работала? Я думаю, что мы подумаем над этим. Придумывать не буду. Ясно, хорошо. Спасибо. Понял. Есть еще вопросы? Есть? А, да, прошу. Соберима группа по тесту. Можно последний слайд? Что-то микрофон что-то не очень работает. Слышно? А, слышно, да. Хорошо. То есть, да, все, спасибо. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что группа общества просто сидит, ждет какого-то, кого-то, кто придет с, видимо, расчетом, ну, где написано, когда купится, там, что купится, насколько станет эффективнее, там, ну, то есть, если все, да, и тогда вы начнете действовать. Как только вам докажут, что вот это, там, ну, какая-либо, там, не знаю, ветровая, еще какая-то энергетика, там, она эффективна, тогда вы пойдете, создаёте организацию и будете действовать. А до этого можно ждать просто сидеть. Это суждение. Спасибо. Спасибо, да, еще один вопрос. Да, прошу. Можно слайд? Первый. Первый. Еще, еще. Вот, механизмы. Скажите, группа общества, вот такой вопрос, если ваши механизмы не сыграют, ставка на ваши механизмы не сыграют, то что тогда? Да. Значит, мы выявили неправильные механизмы. Замечательно. А суждение можно? Да, прошу, суждение. У меня есть суждение. Вот мне очень понравилось дополнение, видимо, от группы про то, что на самом деле сейчас у современного человека, ну, как сказать, занято время на, так сказать, работу, там, обеспечение своей жизни. И именно вот это является, на мой взгляд, ну, одной из причин, ну, или предпосылкой вот сложившейся ситуации неразвития энергетики. И вот я бы даже усилила, что вот человек, как личность, не видит и не связывает свое будущее с какими-то проектами развития энергетики. То есть вы рассматриваете общество, ну, и механизм только какое-то там, как выражение общественного мнения, там, какие-то там пикеты, митинги. А вот, например, включиться там в проект какого-то развития в рамках своей профессиональной деятельности, ну, вот это вроде бы направление, как может общество себя проявлять, ну, через профессиональную деятельность. Вот как бы совсем не слышно такого. Спасибо. Есть ли еще суждения? Я тоже хотел бы высказаться. Можно вот слайд, наверное, один, там, где, вот, да, вот это. Вот я правильно понял, что группа, вот, если можно еще на слайд, наверное, вперед, то есть, нет, нет, наверное, назад, вот там, где говорится о том, что, собственно, общество готово стать заказчиками развития, о том, что общество, собственно, активный, активный участник. То есть, я так понял, что это вы говорите скорее о, ну, как бы, желаемом состоянии, нежели о том, что есть сейчас. Правильно я понимаю? Да, да, да. А сегодня как раз вопрос в том, почему мы сегодня этого не наблюдаем. Мы вот можем посмотреть и увидеть, что, вот, дескать, общество занято своими важными вопросами, там, дескать, необходимо зарабатывать деньги, там, дескать, что-то делать. А к развитию энергетики это, конечно же, не имеет никакого отношения. То есть, вот, у вас есть какое-то видение, обсуждала ли группа, вот эти вот, в чем причина такой ситуации, это вот к вопросу Амина задавал, обсуждала ли группа, удалось ли нащупать что-то? В чем причина, почему на данный момент не является заказчиком развития? Ну, то есть, сегодня мы видим, что, в общем, роль общества в развитии энергетики, ну, незначительная, возможно. Ну, а, как бы, если государство не развивает энергетику от общества, что вы хотите? Да, я ничего не хочу, да, да, прошу. Мизейная Наталья, группа общества, я сейчас выражаю свое мнение, чтобы было понятно. Мне кажется, почему, помните еще раз вопрос, чтобы я вам корректно ответила? Ну, вот, сегодня мы видим, что общество ведь не является, на самом деле, заказчиком развития, да? И вот, и важно понять причины, причины. Они являются, потому что мы, как энергетики, в свою очередь, не занимаемся созданием и поддержанием вот этих вот самых инициативных групп, которые бы, как солнышки, лучиками распределили это все на общество, и общество бы не заразилось идеей того, что оно должно вмешиваться в дела энергетики. Это наша вина, как энергетиков. Энергетиков, имеется в виду энергокомпаний или энергетиков профессионалов, профессиональных сообществ, о чем идет речь? Я не очень понял. Скорее профессионалов. Скорее это все выше уровнем, чем просто энергокомпании. То есть мы говорим о том, что в компании есть, например, некие, собственно, должности, то есть это не входит в их задачу, а имеется в виду личности конкретные, личности профессионала, которые должны на себя взять, в общем, какую-то задачу просветительскую, что ли? Да. А почему сегодня этого не происходит? Ну, потому что таких руководителей, как, например, наш Алексей Евгеньевич, очень мало в энергетических структурах. И то, что не входит в прямые обязанности руководителей, они не собираются делать, соответственно. И, соответственно, с их подачи не возникает вот тех вот самых организованных групп. Именно так. И общество точно такое же пассивное, о котором мы говорили. Да. А в чем причина этого? Как вы считаете? Есть, ну, группа работала на эту тему. Это как раз вот тема дня, мне кажется. Я сейчас, я не мнение группы выражаю. А, понятно. Я говорила. Понятно. Ну, то есть есть какое-то представление? Я считаю, что это потребительское точно такое же отношение у руководителей и отсутствия мотивации. Ну, тут как вот дойти до какого-то, ну, в общем, то есть а кто их должен мотивировать? А вот не знаю. Ну да. Знала бы сказала. Так, ну, да. И у меня еще вот про вот эти вот кружки. Ну, там, где путь. Я там услышал такую, мне кажется, важную фразу, которую я вот слышал в словах, собственно, классика, что, дескать, идея становится революционной тогда, когда она овладевает массами. Нет, если можно, еще дальше, вот там, где этапы, еще вот это, вот это вот. И у меня в связи с этим в группе вопрос. А знаете ли вы и анализировали ли вы примеры в истории развития энергетики, собственно, вот этого, осуществления вот этого перехода и роль в этом профессиональных сообществ? Ну, и вообще, собственно, роль общества в этом. Нет, честно, не анализировали. Не анализировали, да. Но вот я хочу, хотел бы напомнить о том, что вот надо признать, что в развитии энергетики сыграло большую роль общество, а именно при, собственно, при реализации плана Гойл-Ро. Был такой план Гойл-Ро. И там вот, я так понимаю, общественная организация была одна такая. В каком смысле? Собственно, партия большевиков была такая, я помню. Она сыграла значительную роль, в общем-то, в каком-то смысле. Да, ну вот. Это политическая организация. Ну, общественная организация, да. Я сказал, что это политическая. Политическая общественная организация. Мы не смешивали политику и общество. Мы как бы не... Да, ну вот. Что? Что? Классификатор? Ну вот, я бы рекомендовал группе, конечно, изучить на примере того, что, собственно, например, в плане Гойл-Ро, какова была роль общества. Что общество делало и как оно... Ведь, если мы взглянем туда, то вот откуда-то, откуда-то, непонятно откуда, надо вот изучить, взялся энтузиазм. Энтузиазм. А более того, еще почему-то общество, например, согласилось, хотя там время было не то чтобы очень такое, знаете, сытое. И я думаю, что наверняка все хотели заниматься тоже важными вопросами, как, собственно, заработать, как, собственно, еду какую-нибудь где-нибудь взять. А общество, ну, то есть это было, получается, собственно, в стране шла же, собственно, гражданская война и была полная разруха. А при этом взялся откуда этот энтузиазм, а главное, это общество согласилось, в общем-то, отдать часть своих, собственно, ресурсов на то, чтобы осуществить вот этот самый переход. Почему-то, из-за чего так произошло. Вот, собственно, рекомендую группе об этом подумать. Спасибо, конечно, мы поработаем над этим. Да, спасибо. Спасибо. Прошу прощения, коллеги, вот у меня есть еще можно краткое суждение? Да, да, прошу вас, Александр Иванович. Ну, вот, как бы сказать, доклад мне понравился, то есть много содержания, но опять вот основной момент, то есть вместо причин выдвинуты отсутствующие условия. Вот в этом смысле все группы идут по какой-то одной траектории, то есть, значит, нет заказчика, нет ответственности, нет соответствующих ценностей, нет образа новой энергетики. То есть это как бы отсутствующие условия, то есть все это как бы условия для того, чтобы что-то было. Так вот этого нет. То есть если совершить следующий шаг, то есть задать вопросы, почему этого нет, откуда это берется и какие нужно создать организационные условия для того, чтобы это начало каким-то образом появляться. То есть исследовать вот эти причины как бы назвать и исследовать их, это как раз тема на завтрашний день. Вот, то есть если сейчас уже что-то готово, то готово, это понятно. Но вот, вот заметьте, у всех как бы, что характер у всех групп, вот четыре доклада было, у всех как бы вот вместо причин вот эти вот отсутствующие условия, то есть все как бы в одной модальности выступают. И она не является, как бы, так сказать, причинной. Спасибо. Я предлагаю перейти к следующему докладу. Кто считает, что вот он должен сейчас докладывать? Прошу вас. Группа ВВДМЭ. Добрый вечер, меня зовут Наталья, я представитель группы 4 ВВДМЭ. За докладчиком будет Лена. Тема доклада, тема дня, анализ причин сдерживания развития энергетики. Тема сегодняшнего дня, это показать, что реализация стратегических проектов развития в энергетике возможно на примере нашего проекта Ямал-Урал. Следующий слайд. Причины сдерживания развития для энергокомпаний. Это отсутствие стратегического мышления в программах развития генерации и сетевой энергетики. На данный момент генерация растет, мощности растут, а никуда они не используются. Для общества отказ от понимания важности развития энергетики. Сегодня общество не понимает, для чего нужно развитие электроэнергетики в целом. Для бизнеса. Вообще весь бизнес, малый, средний, крупный, малый и средний, у него позиция лавочника, то есть они хотят купить подешевле и продать подороже. А крупный бизнес весь зависит от государства, то есть финансирование идет со стороны государства. Позиция государства, потребительская позиция по отношению к другим участникам, то есть государству нужны только налоги. И вывод, проект Ямал-Урал возможен при понимании другими участниками принципа его реализации и важности его для развития страны. И обещанные. Сегодня наша группа не раз прошлась по группам государства, общества, да и по проектным группам. И везде мы слышали один вопрос, который вчера был задан, а как же триллионы? И в общем-то Саша Лемик в чем-то опередил нашу мысль, поскольку мы бы хотели еще немножко проиллюстрировать из примеров истории государства. Ведь правильно говорят, что государство, которое не помнит историю, не имеет будущего. Так вот мы бы хотели оценить важность реализации проекта ВВЭ ДМЭ на примере ГЛРО. В общем-то вот начали уже этот разговор, поэтому мы именно сейчас попросились выйти. Почему люди верили в этот план? Почему они шли туда? То есть страна же действительно была в тяжелом положении, не с тем, что сейчас. Тем не менее люди шли на это. И для того, как перейти к цифрам, я бы хотела все-таки сказать, может быть еще не поздно нам перейти в новую экономику. Может быть еще не поздно вот вам, нам, инженерам, проектировщикам стать именно строителями этой новой энергетики, а не ждать, пока добрый начальник скажет, а сегодня у нас будет ДМЭ, а завтра сотовая энергетика. Так может мы с вами можем преодолеть все-таки ту ленность ума, которая затронута у Павлова в его статье, и все-таки пойти в новую энергетику и в новую эру. Ну и обещанные расчеты. Мы пытались привести в некую понятную валюту, это у нас батоны хлеба. Объясню почему. Привязаться к золоту было очень сложно, поскольку происходило крушение бретон-вудской системы. И в общем-то рубль неадекватен рублю сегодня, соответственно мы привязались к батонам хлеба. Здесь вы видите и сроки реализации, и сроки окупаемости, и документы, фиксирующие данные проекты. Я жду вопроса о разнице. Разница в три раза. Но я хочу, во-первых, напомнить стоимость Олимпиады, которая уже зашкалила за 1 триллион рублей. Это первое. И второе, мне бы хотелось напомнить разницу производительных сил сегодня и вчера. И третье. Здесь в зале присутствует Аня, которая является историком энергетики и много работала над историей ГОЛРО. И нельзя забывать, вместе с тем, какой тяжелой была эта страница в истории нашего государства. И что очень многое было связано и с трудом тяжелыми военнопленных, и в общем-то каторжным трудом. Если бы сегодня мы столько же заплатили за этот труд, то это бы стоило, наверное, не в 3, а в 5 раз дороже. И вот, талии – это цена, которой стоит отказываться за будущее. Иногда деньги – это только деньги, а будущее – это наше с вами будущее. Спасибо. Есть ли вопросы? Да, прошу. Группа общества. Орлов Никита, группа общества. Правильно ли я понимаю, что вы обратились к истории, рассмотрели процесс внедрения плана ГОЛРО, но причины, которые заставили общество все-таки пойти на жертвы и реализовать этот план, вы, может быть, не раскрыли, может быть, не дошли до них? Извините, мы не решили ваши завтрашние проблемы. Спасибо за ответ. Спасибо. Общество всегда хочет выехать на это самое. Да, прошу, Игорь. Радун Игорь, я правильно вас понял о том, что без реализации этого проекта, то будущего ни у нас, ни у стороны, собственно говоря, не будет. Вот это ваша позиция, да, Витя? Да. Все, понял, спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Еще есть вопросы? Да, прошу, Александр. Жарунков Александр, группа энергокомпаний. Вот вы пишете, что каждая энергоустановка окупается за 7 лет, и прибыль будет исходить из общего развития промышленности. Поясните, пожалуйста, каким образом реализация вашего проекта повлияет на развитие промышленности. Поэтому мне это как-то непонятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, разработка и производство ветрогенераторов – это само по себе толчок для развития промышленности и инженерной мысли. Второе. Существование новых заказов и развитие в целом промышленного кластера также способствует этому развитию. То есть, если я правильно вас понимаю, вся страна будет работать на производство этих установок? Нет, вы меня неправильно понимаете. Это новое направление, которое, возможно, будет перспективным для вас и для нас. Возможно, это будет новым направлением, но разве мы забудем об остальных отраслях промышленности? А кто нам мешает разрабатывать и здесь, и здесь? Ну, нам надо поднять сначала те отрасли, которые сейчас не развиваются, наверное. А энергетика развивается? Энергетика ищет пути. А в чем разница? Нет, я хочу у вас это узнать. Каким образом общее развитие промышленности последует из реализации вашего проекта? Вот вы написали общего, рассказали про частное. По-моему, так. Я могу вас пригласить к нам в группу, и мы вам расскажем это детально. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. Да, прошу, Надю. У меня есть вопрос. Вроде бы, кто или нет. У меня есть вопрос. Можно слайд назад? Представьтесь. Надежда Шимова. Группа проектирования субъекта развития. Нет, следующий слайд. И еще следующий слайд. Потерялись. Вот этот. Да. Нет. В общем, ладно. Я правильно понимаю, что проект Ямал-Урал не внедряется, потому что государство, бизнес и общество о нем не знают, не слышали и не разобрались, какой он классный. И других причин, в общем-то, нет. Спасибо за ваш вопрос. Мы сделали данный вывод, исходя из рефлексии данной группы. В связи с чем мы обнаружили некие разрывы в восприятии нашего проекта, которые мешали бы адекватно оценить его бизнесу, обществу и государству, также энергокомпаниям. Исходя из этого мы поставили данную цель на день, для чего мы провели презентации в группах и надеемся, что в дальнейшем наша работа будет более продуктивной. Ну вот сегодня ваша презентация лучше, чем в предыдущей. Но мне кажется, что причины не схвачены все-таки до конца, вот не внедрения. Спасибо. Мы продолжим работу. Спасибо. Есть ли еще вопросы или суждения? У меня, конечно, есть вопрос. Можно вот на цифры? Какая взята стоимость одного мегаватта установленной мощности ветра установки? Один мегаватт ветра установки. Какая взята цена за установленную мощность одного мегаватта? Цена никакая не бралась, мы его измеряли по тонах хлеба. Как бы нам тут вот, вот, дескать, откуда взялись батоны хлеба? Вот один ветряк, сколько батонов хлеба, по вашему мнению, стоит? Нет, мы пытались сравнить две затраты на строительные, общие затраты на потраченные на Гойл.Ро и общие затраты, которые будут потрачены на ДМЭ. И выразили эту разницу в батонах хлеба. То есть мы взяли отношение стоимости хлеба тогда, в тот год Гойл.Ро, к хлебу сейчас. Я понял. Исходя из этой разницы, посчитали разницу? У меня вопрос к первой цифре в правом столбике, самой верхней, 25,6 триллионов. Но подкуда она взялась, если можно? Эта цифра взялась из расчётов Потапова. То есть мы её перевели 250 гигаватт и плюс электролизная установка. Ну вот я понял, в Германии примерно, по моим данным, можете я что-то не понимаю, 1 мегаватт установленной мощности ветряка стоит примерно 10 миллионов евро. Что-то такое. Вот тут получается где-то примерно в 4 или 5 раз дешевле. Я правильно понимаю? А это вот за счёт чего? Ну тут просто так, если можно коротко, ну чтобы понимать. То есть в Германии завод, эти ветряки установят в Германии, там их везти близко, в общем земля стоит дёшево для ветряков и так далее. Вот в чём тут будет такая существенная экономия? Там же мы говорим, Ямал, то есть нужно туда везти, там вечное мерзлотание, дорог и так далее. Группа считает, что экономия будет за счёт того, что тут большой ветропотенциал. Ну в 4 раза, в 4 раза, чем в Германии. Я вот честно говоря уже начинаю несколько теряться в логике дальнейшей, поскольку от нас мы по-моему ясно заявили о том, что позиция нашей группы это презентация концепта. От нас просили цифр, мы дали те цифры, которые мы могли бы обосновать. К сожалению, мы сейчас не обладаем теми данными и не обладаем теми возможностями расчётов, как хороший отдел П. Понятно. Ну у меня вот, как сказать, я понимаю, что вы, по-моему, заявляли, что ваша группа позиционирует себя на игре, как тех, кто будет этот проект продвигать. Идейно. Ну да, идейно. И вот, ну я бы хотел усомнить вот эту стоимость. Мне кажется, что она будет, ну то есть я бы взял, в общем, ту стоимость, которая сегодня в мире есть. И тогда стоимость будет примерно 100 триллионов рублей, где-то примерно так, мне так кажется. Вместе с тем я хочу обратить, извините. Ну, собственно, тут, в общем, я так чему, что вот я нахожусь немножко, знаете, под как бы магией цифр больших вот этих вот. Я вот, ну так получилось, что недавно в этом году, в феврале слушал доклад одного человека, а именно вице-президента, собственно, вице-президента компании «Лукойл». Этот вице-президент рассказывал о ситуации, в которую влипла компания «Лукойл» в Ираке. Вот то, что я от него услышал, меня, ну как бы до глубины души, собственно, взволновало, я бы так сказал. А он рассказывал про следующее, что вот, в общем, ну, как я понял с его слов, что, дескать, за то, что, собственно, Россия не ввязывалась в военную компанию в Ираке, собственно, им был дан кусок, кусок, значится, от общего большого пирога, в виде двух очень больших месторождений нефти. И компания «Лукойл» заявила, что она будет их разрабатывать. И, в общем, там, понятность обязательства, что вот она, там, должны в какое-то время поставить какие-то вышки, и, в общем, вот эти вышки, которые надо поставить, там, что-то будет около 200, и вот эти 200 вышек дадут столько же нефти, сколько дадут их, собственно, 5 тысяч выше, которые сегодня есть в России. Что вот, значит, вся нефть России, собственно, где-то 5 тысяч выше, а там 200 выше, да тут нефти столько же. И вот объем этого проекта где-то примерно 1 триллион рублей. Александр? Вот я бы хотел закончить, если можно, вот 1 триллион. И там схема такая, что, чтобы этот проект реализовать, берутся лучшие, собственно, компании в мире лучшие, больше, им просто, собственно, платятся деньги, причем, да, у компании «Лукойл», у них такая штука, что у них, вот, по их заявлению, нет проблем с деньгами. То есть, вот, любая сумма может быть, в общем, найдена и так далее. И вот там берутся лучшие компании, естественно, не российские, собственно, те, которые будут эти скважины бурить. Потом лучшие компании, которые сделают эти там вышки, самые лучшие. И вот этот вице-президент рассказывал, как глубоко и жестко они влипли в этом самом раке. Потому что выяснилось, что они не могут этот проект реализовать. Не могут. А не могут почему? Вроде бы, ну, то есть, они берут, значит, деньги, платят западным компаниям, чтобы, дескать, они все поставили, вроде бы, ну, то есть, что тут может идти не так? А, в общем, у них, вот, он приводил графики их отставания от сроков. И они, вот, в лучшем случае, в 2 раза, а в худшем случае в 4 раза отставания от сроков. И там, ну, и он там, что только он там не рассказывал, значит, ну, понятно, там же идет война. И, в общем, вот, собственно, что может быть легче, чем в каком-то там Ираке, значит, сопоставить вот эти самые вышки, протянуть какой-то там трубопровод, сделать несколько электростанций и так далее. А выяснять, что эта компания не способна это сделать. И причем там, чтобы этот проект реализовать, были собраны все кадры, которые были в России в компании «Лукойл», по нефти туда привезены, и они там все работают. И этот вице-призис тоже оттуда только что. И вот я из вот этой вот дискуссии, которая была среди высшего руководства вот этого компании «Лукойл», ну, как бы, увидел, что, ну, вот, так, по ощущениям, что сегодня бизнес и топ-менеджмент российского бизнеса оказывается не то, чтобы способен реализовывать такие проекты. А это, понятно, мегапроект, потому что сумма, ну, такая большая. И это мы говорим сегодня о одном триллионе рублей. Один триллион. А тут мы говорим о, как бы, ста триллионах рублей. Сто, как бы, триллионов рублей. Я вот, как бы, я извиняюсь. И вот я, конечно, понимаю план «Гойл-Ро». И там, действительно, в общем, вся страна затянула пояса, в общем, и смогла этот шаг сделать. В общем, чудовищными усилиями, невероятными. Вот здесь тот ли же самый – это проект? Тот ли же самый? А может быть, не тот? Вот, спасибо, что дали слово. Меня, конечно, дико расстраивает история «Лукойла», но еще больше меня расстраивает то упорство, с которым и вы, и многие другие участники не желаете увидеть другое, а именно этапность проекта. Там тоже этапность. Подождите, пожалуйста, можно теперь я закончу? Здесь специально она выведена. Первый этап – разработка и строительство ветрогенераторов. Ниже. Ниже написано. Насколько я понимаю, это не триллион, и не два, и не пять, и не семь, и даже не полтриллиона. Второй этап, пожалуйста, посмотрите. Опытные установки по производству ДМЭ. Сколько это может стоить? Учитывая заинтересованность бизнеса. Давайте мы вообще, в принципе, ничего не будем делать. Будем видеть, триллион – все, упал, умер. А может быть, мы все-таки что-то попробуем? Начнем, разработаем. Или мы будем смотреть презентации приехавших из Швеции и Германии и говорить, вот там люди, да, а мы так, у нас проблемы в энергетике. Ну вот они есть, они были, будут завтра, послезавтра. Тут вот пятидневку сокращают на четырёкдневку. Давайте смотреть только на цифры. А может быть, мы не будем смотреть на этапы и не думать о том, что можно это делать по частям, как и предполагается, с привлечением бизнеса и начинать с малого. Может быть, так можно пойти, как мы и предлагаем? Ну вот я тут, конечно, не могу молчать. Там вот этот вице-президент, он сказал, что вот, дескать, мы думали, что вот уже там понятно, все у нас просчитано, этапы и так далее. И говорит, что ну, как в любом, собственно, в любом бизнес-плане, мы, конечно же, проводили, до того, когда зашли в Ирак, мы проводили анализ рисков. И у нас там было выявлено аж, собственно, где-то как 20 рисков. Там, собственно, в основном, как бы слабо влияющих на проект и средне влияющих на проект. И говорит, что после того, как мы туда залезли, нам пришлось эту работу провести заново, анализ рисков, и выяснилось, что мы, ну, как бы существенно их недооценили, и вот после повторного анализа этих рисков стало примерно 500. Причем, в основном, средней тяжести и, как бы, сильных, которые оказывают сильное влияние на проект. Пример, 500. И из них где-то 100, собственно, как бы реализовалось. Из-за вот этих 100 рисков как раз вот и произошло вот это вот, ну, в общем, уползание по срокам и так далее. Вот если говорить, ну, в общем, собственно, как мне кажется, этот проект, ну, как бы, может быть запущен, осмыслен и так далее, я думаю, что здесь, конечно, стоит, ну, как бы, говорить о, в общем, ну, то есть, у меня ощущение, что, собственно, России этот проект, ну, как бы, не потянуть одной. И мне кажется, что тут единственный шанс и возможность по этому проекту пройти, это, ну, в общем, мне кажется, что, грубо говоря, для его реализации нужно собрать, как минимум, один миллиард человек, чтобы один миллиард человек, собственно, работало и его реализовывало. Мне вот понятно, что это нужно уточнять и так далее, но вот по объему, который я вижу, ощущение, что этот проект, собственно, тянет на самый большой проект, в общем, в энергетике мира вообще. И требует создания очень серьезного международного консорциума, который способен был бы, понятно, разделить вот эти самые риски. Потому что страна, которая возьмет вот это дело, ну, то есть, вот, видите, одно дело вот эти самые картинки, там, что вот ветряки, а давайте представим, что будет в реальности. Это будет как бы тундра, заваленная, как бы, кусками железа, которые, значит, вот будут, собственно, прихотливо валяться, значит, там, да, вот. И это очень серьезный вопрос, мне кажется. И тут, ну, как бы, вот, как вот нам важно друг друга не обманывать в этом смысле. Вот. Единственный путь, как туда можно, мне кажется, выйти, это создание крупного консорциума, и где наше государство должно сыграть, мне кажется, конечно, ключевую роль формирования вот этого консорциума, условий работы для него. Вот я в этом глубоко убежден. Спасибо. Спасибо за ваше образное выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотели бы заострить внимание все-таки еще раз аудитории в том, что этот проект национальный и не видит перед собой только выгоду в деньгах или в деньгах. И не является одно-двухлетним вместе с тем. Не является. И даже трех. Есть ли еще вопросы? Да, прошу. Токарев Константин, группа та же. Мне кажется, тут еще надо смотреть не то, что даже деньги, не деньги. Дело в том, что даже если этот проект не будет доделан, главное, чтобы он был на чат. И начало этого проекта, ну и не, как это сказать-то, чтобы он был, чтобы люди хоть что-то начали делать. Не обязательно, что он будет такой масштабный, можно его уменьшить, можно еще что-то. Именно идея сама в том, что нам нужен глобальный проект для всей страны, не обязательно таких масштабов. Просто вот именно этот проект, так как мы, тема группы у нас такая, поэтому мы к этому так сильно привязываемся. Я вот хотел их вот тогда, может быть, еще раз. Я про этот проект вот услышал, получается, год назад или, наверное, два года назад. И, конечно, ну меня он заинтересовал, я там вот читал вот эти вот документы, которые делал автор проекта. И, конечно, я думаю, что, о, ничего себе, слушайте, крутой проект, классный. А вот вопрос, какой сделать шаг следующий, как сделать так, чтобы он стал субториальным. Это же главный вопрос, почему он сегодня не реализуется. И, конечно, вот у меня, мне кажется, основная причина, что он, ну как бы не охватный сегодня, не охватный. Ну, для этого есть этапы проекта. Даже реализация одного этапа данного проекта уже плюс для нашей энергетики. Допустим, даже если почему-то вот… Лена, расскажи про экономиста, который приехал на Гуэл-Ро и который сказал, что это тоже невозможно. Ну, это, это Уэллс был, это был не экономист. Это Гуэллс, да. Но я думаю, что это достаточно известная история. Да. Среди здесь сидящих. Я просто думаю, что вот почему-то в других странах не боятся начинать строить ветряки. И строят их, и ставят, и не только ветряки, но и солнечные батареи. А мы вот встаем и говорим, не охватный проект, большой, сложный, не надо, страшно, не пойдем, не буду и сидим. Может быть, хватит прятать голову в песок, нет? Лучше с шашкой на голову, я считаю, бросаться. А осознанно никак? Есть ли вопросы, коллеги? Я предлагаю, наверное, если нет, у группы государства созрело. Подскажите, пожалуйста, группа государства интересуется. Вот каждая ветроустановка 7 лет у вас... Это что, это одна ветроустановка? Это ветроустановка, которая установлена непосредственно на объекте. Это одна? Одна. Хорошо. Сколько ветроустановок потребуется для реализации этого проекта? Вы имеете в виду полную, окончательную реализацию в соответствии с планом Потапова, которая произойдет не ранее, чем в 2070-го года. Вас это интересует? Или вас интересует развитие экономики и энергетики? Если мы закончим проект в 2070-м году... По одной или установке в 7 лет спрашивается, наверное, да? Что? Не по одной или установке в 7 лет спрашивается? Да, да, да. Ввод установки за 3 месяца. То есть это первое, а дальше они пойдут как горячие границы. Ну, как бы, да, окупаемость просто одной установки. Теперь понятно стало. Да. Конечный проект будет закончен, как вы сказали, в 2070-м году, правильно я понимаю? Ну... В планах, да, у вас? С поставкой диметилэфира уже. С поставкой диметилэфира, да. Как вы понимаете... Как вот группа понимает, что на затраты на конечный проект также еще будет влиять инфляция? Естественно, как и на всю экономику. Значит, ваша цифра не верна или верна? Скажите, ну, как вы... Мы не можем так однозначно вам сказать, потому что... Нет ТЭО. Нет ТЭО, нет стадии П и, как бы, вот я в сотый раз говорю о сроках реализации по этапам. Но, к сожалению, уже устала это повторять. Коллега, такой вот вопрос. Что-то так быстро устала. Уже 4 дня. Мне кажется, ты такой проект тогда не реализуешь и так быстро устаю. Давай будем разбираться. Вот правильно я понял, что, как бы, пафос ваш в том, что вот такого рода проекты нужны для, как бы, прорыва страны, да? То есть этот, не этот, но самоштабный проект нужен. То есть нужны масштабные проекты. Это проект масштабный. Он еще и удобный тем, что он, опять же, можно его нарезать на кусочки и реализовывать по маленьким, достаточно понятным, отработанным частям, проектикам, да? А одновременно он еще и масштабный. Если не этот, то другой, например, какой-то, да? Но другого пока мы не видим такого по масштабу. А этот, вроде бы, вполне претендует на то, что он мог бы всю страну, как бы, запустить и развитие внутреннее. Энергомашиностроение там, чего-то там еще, композитные материалы, диметиловый эфир, многое. Неокр. Неокр, да, очень мощные. Ну, вроде бы, как в это верится. Но сейчас вот произошел вот такой разговор, в котором я начинаю включаться в разговор. И я понимаю, что у Александра есть сомнения в реализуемости этого проекта и не только этого. Если бы был другой на этом месте, другой какой-нибудь проект. Сейчас группа будет докладывать другой. Сомнения были бы теми же? Нет, вот как раз вот именно про этот проект меня, конечно... Именно про этот? Именно про этот, да, вот. А вот, нет, а пример с Лукойлом тогда при чем? А... Правильно теперь к тебе вопрос. Правильно я тебя понял, что у тебя есть подозрение, что мы вообще, наши лучшие компании, мы, как страна, как специалисты, значит, мы не способны реализовывать сегодня серьезные и масштабные проекты? А... Туда был у тебя заход, когда ты говорил про Лукойл? Да, да. Туда, да? Да, туда. Но в этом смысле тогда неважно какой проект, если вы говорите, мол, предлагаете стране спасение через реализацию мегапроектов, вы говорите, так страна ведь уже не та. Ты об этом говоришь? Это тогда она могла решиться на какие-то там действия, может даже репрессивные, чтобы реализовать проект. Ты примерно об этом сейчас говоришь? Что страна сегодня... Ты не видишь способности страны к реализации такого рода проектов? Правильно ли я тебя понял? И я увидел, вот, собственно, увидел воочию, что, в общем, одна из лучших компаний нашей страны, самая большая, она не может это сделать. Это ведь замечательный проект, вернее, пример, который заставляет задуматься, нифига себе, самые крутые наши ребята и не смогли. Да, да. Впечатляет, да? Но возникает же вопрос такой же теперь уже к тебе, вернее, может быть, к вице-президенту. Почему? А он, пока то, что я его слышал, они посчитали риски. Нет. То есть, это опять же Лена Сюмак, про которую говорила Лена, да? Надо было посчитать риски. И все, больше ничего не говорилось. Он-то сам, этот вице-президент, он не говорил о причинах. Да, конечно, нет. Само собой, там была большая дискуссия несколько часов. А можно тогда, потому что, если ты это возвращаешь, то, может быть, ты назовешь еще корневые, как бы, причины, которые тебе кажутся, если они были вскрыты. А может быть, другое, может быть, в этом разговоре этот вице-президент и не смог скрыть причины. У тебя какое ощущение по этому разговору, раз уж ты его привел, интересно? Ну, у меня, конечно, ощущение, что, в общем, то есть, какие в основном они называли причины. Их было несколько групп больших, значит, одна группа – это обеспечение безопасности, потому что в стране идет война, и, в общем, вот эти вопросы, связанные с обеспечением безопасности. На Ямале войны нет. Пока нет. Пока нет, да. Пока нет. Только с ветряными мельницами. Вот. Это одно направление. Второе направление связано с, в общем, местными жителями. Выяснилось, что там, на этом месте, где должны вот эти скважины быть, и где должен быть проложен трубопровод, и ставятся электростанции, и там заживут люди. И с ними они, в общем, не очень хотят оттуда уезжать. Типа курдов, что ли там? Ну, собственно, там очень много племен. Очень много племен живет, значит, и то, что, собственно, то, что правительство Ирака дало, в общем, дало право это место разрабатывать, оно, ну, как бы, это местное население про это, конечно, забыло сказать. Оно ему забыло сказать, и, в общем, местное население сказали, мы про это ничего не знаем, и мы отсюда здесь будем жить, и вообще никуда не уйдем. Здесь, вроде бы, ситуация как бы не совсем так. Ну, там только медведи. Вроде бы не совсем так. Вот. Наши люди живут. Да, точно. Дальше. Собственно. Следующий блок, что те компании, которые… Ну, то есть, во-первых, что компания «Лукойл», когда входила в проект, она не провела проектирование, не провела проектирование, и поэтому у них не было проекта. То есть, они туда заходили, когда не было понятно точного и проработанного проекта. И поэтому, ну, естественно, что, в общем, приходилось делать решение на ходу, что, естественно, потом приходилось переделывать, много раз откатывать. Значит, делать обратно. Тут это не предлагается. Нет, предлагается стадия «П», проработанная. Нет, у них была стадия «П», тоже, значит, она, в общем… Это плохая. Инженерных решений конкретных, значит, у них не было проработано. Значит, не было. Да, да. Недостаточно проработанный проект. Недостаточно проработанный проект, да. Как причина. Ну, вроде бы, тут никто не говорит о том, что давайте, там, как там… Ввяжемся в драку, а там война план покажет, что называется. Вроде бы, не предлагается это. Я понимаю эти все вещи? Это все наше, может, разгильдяйство, которое даже вверху «Лукойла» отражается. Но, тем не менее, вроде ребята предлагают двигаться не так. Все-таки хочется найти… Я ведь понимаю, что ты не зря это сказал. Да. Я и хочу понять. Либо этот вице-президент, назвав эти причины, точно назвал причину несостоятельности «Лукойла» в какой-то конкретной ситуации. Она, может, там другой, здесь третий, на Ямале четвертый. Там мерзлота, криопегия, ветер там, еще что-нибудь, морозы. То есть неспособность «Лукойла» действовать в какой-то конкретной ситуации, потому что они не способны ее изучить. Да. Это про «Лукойл», да? Да. Но при этом ты отсюда делаешь вывод, что вообще у нашей страны нет субъектов, например, способных к масштабным проектам. Не совсем так. Я делаю такой вывод, что вот, скорее всего, у меня такое внутреннее ощущение, что, скорее всего, вот в рамках компании «Лукойл» была вот такая же точно дискуссия, такая же точно. И там сидели, значит, только, сидели все, собственно, вице-президенты, там, всякие ребята. Посчитали окупаемость. Да, им представили точно такой же доклад, точно такой же. Там была, значит, стоимость, время, хлеб какой-то, батон и так далее. И они такие, значит, увидели его и сказали, ну что, ну вроде нормально, давайте, так сказать, его сделаем. А выяснилось, так сказать, что, оказывается, проработка его оказалась невысокой. Тогда все-таки надо вернуться и понять, в чем основная причина несостоятельности. Да. При том, что там ведь, с одной стороны, там что было, в отличие от того, что здесь? Этот проект пока вот в жизни большой никто не берется реализовывать. Точно. А тут интересное отличие. Они взялись на реализацию. Мы это будем делать. Это еще надо за уши тянуть и тонуть непонятно кого. Вот, точно. А там уже это все было, они уже хотели. В том-то и дело, что вот самое интересное, что там, смотрите, у них был, ну как бы, заказчик. То есть, причем, я так понимаю, что так. Им, собственно, лично Путин сказал, так, нужно взять. Потому что нужно взять. Это первое. То есть была, собственно... Наш кусок. На высшем уровне была оказана вся поддержка, какая необходима. Вся поддержка, значит, везде зеленый свет и так далее. Первое. Второе. У компании «Лукоева», как они сами говорят, в общем, что им, собственно, их, получается, президент говорит, что проблем с деньгами у нас нет. Дескать, мы можем, в общем, ну как бы, сколько будет надо, столько будет денег. У нас с Олимпиадой так же. Вот. Ну, это вы же, как бы, собственно... Ну, это антитезис просто. Подтверждаете. Вы же только подтверждаете то, что я говорю в этом смысле. Да. Вот. На часа. То есть в этом смысле ситуация там совсем другая. То есть в том смысле, что она гораздо лучше, чем здесь. Потому что здесь, понятно, этого ничего нет. Нету как бы ни денег, нету ни того, кто это возьмется, никакой политической поддержки и так далее. Да. А там все, казалось бы, все условия, все создано, все нормально. А, в общем, в общем, да. И все-таки, Олимпиада, этот иракский проект, а причины-то все-таки, как ты думаешь, они вскрыты, и ты можешь их назвать, и вице-президент их назвал, или они все-таки оказались не вскрыты, и рефлексии по этому поводу у вице-президента не было, у их команды не было. Ну вот то, что... Они просто не стали обнародовать, они знают, но кто же будет публично об этом говорить? Какое у тебя ощущение? То, что они там, понятно, дальше говорили о том, что вот эти западные компании их, собственно, прокалывают, всякие разные вопросы, что те, кого они наняли, вроде бы самые лучшие, они там, дескать, не самые лучшие, и, дескать, нет оборудования, потому что там Ирак, оказывается, что-то работает, что-то не работает, ну, всякие такие вещи. Дальше они стали говорить... Всякие отговорки, да? Ну да. Отговорки. Не называя истинных причин. Да, дальше... Собственной несостоятельности. Ну, дальше они стали предъявлять причины следующего уровня, что, в общем, например, выяснилось, что у них проблема с кадрами. Они собрали все, собственно, свои лучшие кадры, которые были в стране, всех собрали, отправили всех в Ирак. То есть все поехали в Ирак, значит, что делать, проект... Вот, да. И, понятно, возникла сложность, что у них, оказывается, не хватает специалистов, нет нужных компетенций, собственно, по тому, чтобы работать на таком большом масштабном проекте. У них таких масштабных проектов до этого не было ни одного. То есть у них все проекты маленькие, там, значит, какие-то сублокальные скважины. А такого проекта и опыта соорганизации такого масштаба таких, собственно, сумм, средств... Ну, понятно, они там отдельно являли, что тот объем документов, которые они должны были делать, он бесконечный. как бы, всякие, собственно, договоры, исправления, плюс взаимодействие с правительством и так далее. Ну, в общем, и вот, собственно, до конкретных причин, там, ну, в общем, они там говорили, что там нет проекта и так далее. Да, прошу. Андрей Иванов, группа бизнес. Если рассматривать проект DME вообще нашу сегодняшнюю встречу как некую игровую реальность, в которой мы сейчас находимся, то вот этот спор организаторов проекта выглядит как конфликт богов нашей реальности. По поводу нашего сегодняшнего проекта, ну, я просто как бы суждение свое говорю. И, может быть, мы другую группу послушаем. А насчет примера с Лукойлом, мне кажется, он не совсем корректный, потому что я не думаю, что Лукойл принимал решение, делил земли эти, чтобы не вступать в войну. Поэтому, я думаю, не Лукойл. Причины, почему Лукойл как бы обломался, не вскрыты, да? Ну, ему дали землю, а там населенные пункты оказались. По-моему. А зачем он брал? России же дали. А зачем он брал? А Лукойл только... Не знаю, откуда информация, что Лукойл выбирал эту тему. Вот я так понимаю, что вот раз Саша затронул эту тему, вроде бы, ну, давайте задавем причины. Там, на этой модели, на этом примере можно увидеть причины, почему вот этот проект, он оспаривает как состоятельный. Ну, давайте попробуем так. И вроде бы мы пока ничего не нашли. Можно я предположу? Да, пожалуйста. План Гуэлл Ро нужен был для того, чтобы наращивать промышленность и танки для предстоящей войны. И это было очевидно. Именно поэтому с таким рвением заказали и сделали этот план. Вот есть такая версия. То есть план Гуэлл Ро был планом выживания. Да. Он был конкретно под следующую войну. Он был для строительства танков, для наращивания электроэнергетического комплекса и промышленности. Для чего сейчас... Вот тогда было понятно, зачем вкладывать деньги. Для чего сейчас ДМЭ нам непонятно. Может быть в этом проблема? Может быть, да. Можно ответить? Смотрите. Ань, можно? Секундочку. А можно сказать, что тогда у страны были цели стратегические? Да. Тогда у страны были цели. Тогда был план восстановления, полного экономического восстановления страны. И реально была вот такая сумасшедшая цель выйти на уровень мировых держав. Реально в тот момент была эта цель. И, естественно, отстоять следующую атаку. Потому что война была очевидна. Это знали все. И было понимание, что если не выйдут... Конечно. Там ведь как было так, да? Понимаете, мы на лошадях бы не победили. Первую пятилетку страна должна быть по итогам первой пятилетки выиграть, по-моему, войну на одном театре военных действий. После итогов второй пятилетки войны, значит, страна должна быть способна играть, выиграть войну в двух театрах военных действий. А после третьей пятилетки, там, любую войну. Что-то такое получалось. Да, такая была программа, расписанная под нее. Реализовывалась программа индустриализации и, соответственно, электрификации. Ну да, была стратегия, говоришь ты. Была стратегия. А сейчас стратегии нет. А раз стратегии нет, любой проект никому не нужен. Любой. А можно… А сейчас, Аня, в этом мысль, да? Да, да, да. И была угроза еще. И была великая цель. Даже если он золотой и замечательный. Поскольку стратегии нет, он ни на какую стратегию не работает, поскольку стратегии нет. В этом мысль, да? Да, да, совершенно верно. Так, хорошо. Вопрос тогда встречный. А сейчас такой угрозы нет? Сейчас войны не ведутся напрямую, но есть война политическая и экономическая. Можно попасть в зависимость, к примеру. Потому что, к примеру, в Китае, как мы раздавали листовки, там уже написано, что Китай вовсю производит и продает диметил эфир и переводит свои автомобили и транспорт другой на диметил эфир. Мы просто можем оказаться за бортом. Ну, может быть, это вопрос к группе государства. Ощущает ли государство необходимость хотя бы в стратегии, если не говорит о наличии стратегии? Можно дополнение? Группа государства может для игры сказать… Можно дополнить? Дополнить кого? Ну, то, что возможно война… Кого дополнить? Ну, как бы не дополнить, как сказать-то. Суждение-то сказать, ладно. Суждение по поводу доклада, пожалуйста. Можно, я согласна. Ну, доказали. Но как этот проект поможет, там, спастись нам от войны, вот сейчас непонятно. А при чем тут война? Мы говорим о потере экономического суверенитета и технологическом отставании. Я надеюсь, понятно, что он уже наступил. А группа государства может вступить в полемику? Понятно. Да, может. Ну, вот, к нам сегодня эта группа подходила, и мы про диметил эфир разговаривали. Честно говоря, мы задавали вопрос, кто будет ответственным за реализацию этого проекта. И раз группа себя позиционирует со стороны идеи, как нам сказала она, план Говорот подразумевала конкретную стратегию. А группа себя позиционирует с точки зрения идей. А, секундочку. А группа государства, она вообще осознает необходимость в таких проектах? Группа это не обсуждала. Группа у себя это не обсуждала, да? У меня нет готова ответа. Что? Я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Я говорю, похоже, группа это не обсуждала, поэтому и трудно ответить. Поэтому надо разобраться вообще, как бы государство понимает ли, потому что сейчас начинает говорить за государство группа. А группа говорит, у нас есть предложение стратегическое, стратегический проект для государства. А государство говорит, а у меня нет стратегии, они мне даже и не нужны вроде бы пока. Нет, они нам причины не сказали. Пока все хорошо. Просто только идеи приходят и говорят идея, 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 идея. Просто вот конкретики никакой. И я говорю, что просто если сейчас, мы сейчас возьмемся за реализацию этого проекта, и если так получится, что он окажется, ну не реализуем, то кто будет… Костя, не туда говоришь, не в ту сторону ты говоришь. Подожди, я хочу, чтобы ты понял. Вчера мы обсуждали, что будет, если ничего не делать. Государство тоже выполняло свою работу, да? И мы должны, наверное, прийти к выводу государства, прийти к выводу, что все будет нормально, можно ничего не делать. Востребованы ли мегапроекты такие? Да нет, без них обойдемся. Нет, но вот такой проект, в том его выражении, как представлено на слайде, он нам не нужен. А почему? Ну, потому что он затратный, и мне кажется, что сейчас ситуация не такова, чтобы… Вот, ситуация не такова. Угроз глобальных нету, угроз потери и суверенитета нету, развала страны по хребту, как почему-то некоторые люди говорят, вы считаете, нету. То есть угроз таких глобальных нету, соответственно, нет. Нет, нет, да? Поэтому и стратегии глобальные вот такие не нужны, они будут ложными, да? Вот, вот эта позиция, я не знаю, группы или не группы. Ну, это моя позиция. Ну да, понятно. Группа ее разделила. А мы считаем, что есть. Кто мы? А, вы считаете, что есть, да? Да, мы как группа. Но государство внимательно посчитало и говорит, да нет, все нормально, все будет нормально. Пожалуйста. Ну, пока вот несут микрофон, Костя… Между прочим, та рука раньше поднялась, давайте приоритет так дайте человек слово. Да. Кость, затраты на разработку и строительство ветрогенераторов дайте микрофон. Они не триллионы ни разу. А, подождите, не надо об антиках, сейчас мы разберемся. Вы говорите, стране нужен мегапроект, какой-нибудь типа такого. А они говорят, да никакого не нужно для мегапроекта, и стратегия не нужна. Уже куда? Разговор-то тут уже ушел в другую плоскость. Давайте уже не будем в этих вещах. Пожалуйста. Вот еще. Спасибо. У меня есть мнение насчет проекта Голоро и насчет вот этого проекта. Раньше вот в том союзе советском, ну, может цинично проучить, но из людей как бы делали винтики для вот гигантской военной, промышленной мышленности, чтобы люди были готовы себя отдать этому. А сейчас вот на мой взгляд… А сейчас винтиков, к сожалению, не делают. Да, вот. Потому что вся власть была… И мы сейчас все развинчены. У государства сосредоточена вся власть. А сейчас вот мое мнение, что большинство как бы власти сосредоточенную корпорацией, ну, коммерции. И они из людей-то хотят сделать потребителей просто, которые были бы вдобавок еще не слишком умными, чтобы им можно было продать товар, который им не нужен. Вот, мне кажется, большинство вот всех проблем истекает у меня из-за этого. Вот мое мнение такое. Я не понял. Это они хотят втюхать государству… Нет, не они. А тогда я сбился. Бизнес? Кто? Что? Товары… Я не имею в виду энергетику. Я имею в виду товары, потребление, как бы… Покупайте чудо-йогурт, будете здоровы и так далее. Нет, ну это же не имеет отношения к сложившемуся разговору, да, сейчас. Мы же сейчас уже говорим по большому счету, мы говорим о том, что государство наше, вот здесь мы, анализируя, ну, как бы, свои перспективы, говорит, понимаешь, что нужно что-то делать с энергетикой или нет, что-то по-серьезному нужно делать с энергетикой. Мы сейчас в это уперлись. Костя говорит, вроде, да нет, все нормально. А можно ответить товарищи на вопрос? Коротко, очень коротко. Пожалуйста. Вот когда тебе, ты будешь покупать машину, сделанную в Японии, у которой двигатель будет на деметилефире, то, как бы, не нужен он тебе будет. И где ты будешь брать топливо? Или будут к нам его привозить за большие деньги из Японии? Это… Нам группа презентовала, что, в принципе, новых-то заправок не нужно для деметилефира. И машину не нужно менять. То есть у меня есть машина, я подъезжаю… Это частная дискуссия. Нам так позиционировали. У меня есть машина уже существующая, я подъезжаю, заправляю с деметилефиром, и все. Но у меня есть выбор или бензином, или деметилефиром. Но его нет. Его же нет. Я имею в виду, что сейчас сказали, что машины для деметилефира будут… Нет, они будут работать, как сейчас на дизеле работают, так же на деметилефире. Вам говорят, деметилефира нету. Где вы его возьмете? Его нету. Я понимаю. Мне сейчас только что группа сказала, когда вам поставят машины, которые работают на деметилефире, а вам нигде будет заправляться, то что вы будете делать? Перед этим нам сказали, что когда деметилефир появится, у меня будет выбор, или заправляться на бензине, или на деметилефире, потому что автомобиль не нужно. Ответ-то какой? А я наплевал на то, что он работает на деметилефире, я так солярку и буду заливать. Да? В этот ответ? Нет, не про это совсем. В этот ответ. Нам говорили изначально, что автомобили не нужно будет приспосабливать отдельно под деметилефир. И что? Дизельные двигатели не нужны конструктивные преобразования для использования деметилефира. Ну какие-то нужны, но по принципу пусть даже не нужны для игры, какая разница. В чем разговор-то я не понимаю, тогда объясните мне. Если мне привезут машину, которая работает… А вы сейчас российскую машину покупаете? Подожди. Вы сказали, если мне привезут машину, которая работает на деметилефире, я ее… могу же заправить бензином? Можно. Я про это и говорю. Да, всяким дерьмом можно заправить и ездить и без деметилефира. Об этом речь. Да можно и соляркой, в принципе. Можно и соляркой ездить. Я пока на бензине езжу, нормально как будет. Пожалуйста. Спасибо за парламентскую культуру. Симонов Максим, группа государства. И мы считаем, что проект ДМЭ по сути губит страну. Сейчас нужно ее наоборот связывать, нужно максимальное капиталовложение направлять на развитие транспортной инфраструктуры. Например, на строительство железной дороги, которая бы связывала центр страны с ее окраинами, например, с Дальним Востоком. А вот этот проект… В смысле энергетику развивать не надо, да? Ее развивать надо, но не надо на нее тратить столько денег. Извините, это полтора бюджета, между прочим. И мы их отдаем в очень… А почему… Я не понял. Миф-то такой, что это сочинская олимпиада в кубе каком-то, да? В семнадцать раз. Да? В семнадцать. Это развлекушка на раз. Единоразово. Которую мы потратим, деньги ухнем туда и все. В один день все деньги причем. Понимается проект, я понимаю, как это голые затраты, без всяких дивидендов. Так понимается проект, да? Государство тратит на него и все. Да? И ничего не получает взамен. Вы так понимаете проект? Дело в приоритетности. Нет, вы так понимаете проект, что проект стране ничего не дает? Но он ее по сути губит. Губит, ничего не дает, кроме затрат. Он… да… В первую очередь затраты и непонятно окупаемые. Вы так понимаете… понимает, как чисто затраты, которые стране ничего не дает. Да, и единоразовые затраты. Да, которые стране ничего не дает. Абсолютно. Кроме того, что он разоряет. Маленькая ремарка. Как минимум с очень длительным сроком окупаемости, непонятным сроком окупаемости. И с непонятным... Нет, нет, нет. Но я же понимаю, что вы же сказали уже, этот проект губительный для страны, потому что там голые затраты и все, и больше ничего. Вы так его понимаете? Да? Да. Так понимаете? Все? Ребята, вот ваш проект так понимают. Вы предлагаете страну разорить, бухнуть деньги на Ямал, и все. И больше ничего. Так вы подали, видимо, проект. Ну, мы пытались... И государство говорит, мне проекты... Олимпиаду государство еще пережило, а сейчас мы уже говорим, нет. Затратные проекты, а страну разорят. Нет затратным проектам. Это проект, как мы поняли вас, затратный. Он затратный, но он затратный в течение всего срока выполнения проекта. Нет, но он затратный. Ну так это... Он затратный. Он затратный и все. Это 70 лет. Да какая разница, хоть 150. Он затратный. Это чистые затраты. Стране он не нужен, потому что затраты стране не нужны. Стране нужны доходы. А доходной базы нету у страны. И вы предлагаете еще затраты и не предлагаете стране доходов. Правильно вас поняли? Вас правильно поняли? Нет, неправильно. Неправильно. Вы неправильно поняли проект. Вы государство не удосужились правильно понять проект. Вы не увидели в нем выгод для государства. Понимаете, здесь, например, вот на этом слайде сейчас показано сравнение ДМЭ и Гойл-Ро. Гойл-Ро, как его бы часто здесь не упоминали, вообще-то был проектом строительства коммунизма. Как мы помним, по определению Ленина, коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. В 21-м году было бы Вы не слушали Аню Кузьмину только что. А Гойл-Ро сработала на свои цели. И мы победили в войне. Вот вам что говорит. Там реально все было посчитано, все было сделано. А у вас, у государства, ленность ума. Вы не историю государства не хотите знать, не хотите предлагаемые спасительные для государства проекты понимать. Потому что поняли вы его совершенно неправильно, как я понял. Вам говорит группа. Вы не поняли проект? Вы не удосужились задать вопросы на понимание. А что стране даст проект? Но это же ваша была задача государства сказать, а мне государству этот проект зачем? А вы этот вопрос не задали. Вы сразу говорите, а затраты мне не нужны. Затраты, конечно, не нужны. А может что-нибудь государству нужно? Более того, мы сегодня вам приносили листовку всем группам о том, какие выгоды вы получаете от этого проекта. Вы ее получили? Нет, еще одно государство сказало, что у нас вообще нет проблем никаких. И делать ничего не надо, стратегия не нужна никакая. И это может быть правда. Государство разобралось и говорит, все нормально, все спокойно, не надо дергаться, не надо развивать энергетику, не нужна стратегия. Вот на рынок ее сбросили и все. И теперь государство будет ночным сторожем, не больше, не больше, только ночным сторожем. Мы эту цель перед собой ставили, мы ее достигли. Деньги в энергетику вкладывать не будем, политики энергетические проводить не будем. Пусть вот Обама, он носится у них в Америке президенты с энергетикой, она у них там на этом уровне только решается. Ну и пусть занимается. А в нашей стране энергетика это не стратегическая задача. А значит государство достаточно роли ночного сторожа в энергетике. Я правильно понял группу Россия и группы государства? Костя, как это неправильно? Правильно? Ты же это сказал, а не я. Я просто вопрос на понимание тебе даду. Микрофон. Вот я вам говорю чисто интуитивно, вот честно говоря, что вот мне кажется, что на сегодняшний день реализация этого проекта под большим вопросом. Причем тут этот проект, вам же не проект говорят, вам говорят про вас, про вас. Вы свои задачи государственные решаете или нет здесь на игре? Вы про государство думаете? Это пусть они думают про этот проект. Вы про государство это получается не думаете. Алексей Евгеньевич, вы меня сейчас да хотите услышать тогда что ли? Да, да. Да, про себя скажите, про государство. Я вам уже сказал, если вы хотите от меня услышать, да, я говорю, что нет. Что нет? Ну вот я свое отношение к этому высказал уже, Алексей Евгеньевич. А ты меня слышишь, что я говорю тебе? Ты про государство можешь что-нибудь сказать? Про себя, про государство. Государству что-нибудь нужно от энергетики? Извините, я может быть прослушал, но говорили ли про экологическую составляющую проекта ДМА? Последние 40 минут нет, пока я зашел, и слово экология не слышал. Ой, замечательно. Разговор сейчас вообще о другом, о государстве. Ему чего-нибудь нужно вообще? Вот я и хочу пояснить позицию государства. По-моему, если я правильно понимаю, то на Ямале будет установлено очень большое количество А Ямал вот ни при чем? Нет, это же часть страны, часть государства. Или вы уже выступаете за то, чтобы идти в Ямал, и то, что там будет, как с Чернобылем, это не важно, да? Да нет, не в этом дело. Ваша задача сегодня была не про Ямал вспоминать, а про страну. Вы работали сегодня. Так мы и думаем про страну и про Ямал, в том числе, как ее часть. Да вы же не обсуждали Ямал сегодня в группе? Нет. Нет. Не обсуждали. А я вас говорю, вы что делали сегодня, сами-то? Группа работала над своим проектом, а вы над своим проектом работали? Основной тезис нашей группы был такой, что на сегодняшний день в правящей элите нет заказчика, который мог бы взять ответственность за реализацию политики в сфере энергетики и взять за себя на нее ответственность. Все понятно. Вы, как государство, считаете, что можно курить бамбук? Нет. Да? Государство ничего не интересует. Вы, вы, вы вот здесь стоящие два человека говорите, государству ничего не нужно. Вам, вам, государству, ничего не нужно. А вы говорите, да. А мы же изначально начинали с того, что для государства сейчас приоритетнее развивать транспортную инфраструктуру. Я и говорю. У нас есть другой мегапресс. Приоритетная инфраструктура, сочинская олимпиада, чемпионат мира по футболу, армия, но не энергетика. Не энергетика, да. И это будет правда. Вы скажите просто. Хорошо. А теперь давайте обязательно. Можно привести один пример. Один пример с Испанией. По-моему, в 94-м году они стали, ну, испанское правительство имею в виду, стали реализовывать проект по развитию транспортной инфраструктуры. И они начали одновременно развивать сеть дорог, сеть железных дорог и сеть аэропортов. И насколько я знаю, сейчас ничего из этого не загружено полностью. И получается, что у испанского правительства есть большое количество инфраструктурных проектов, которые, во-первых, не окупились, потому что они строились не только за счет бюджета, но и за счет кредитов, привлеченных из-за рубежа. То есть это еще и долг государства. Их непонятно теперь, как обслуживать. И экономика… Вывод-то какой? Так дороги не надо строить, да? Вывод-то в том, что нужно сосредоточиться на чем-то одном и развивать какую-то… А, понял, понял. Вот теперь я понял. Мы смогли донести. Да, смогли донести. Сосредоточиться – это и есть стратегия. Искусство сосредоточения. Вы говорите, мы сосредотачиваемся, считаем нас сосредоточиться на дорогах, на инфраструктуре, как в свое время ВИД-то решил, да, или кто-то там построил Транссиб. Не самый плохой… Нет, конечно, я с уважением отношусь к тем государственным деятелям, которые решали государственные задачи строят Транссиб. Правильно. Но теперь я говорю, искусство сосредоточения, оно предполагает одновременно рассредоточение. То есть, если я на чем-то сконцентрируюсь, то чем-то я жертвую. Теперь государство говорит, энергетика не на первом месте. Она не стратегична сегодня для страны. Ее положение, ее судьба. И делать в ней особенно, по большому счету, ничего не надо. Мы уже сделали. Мы уже сбросили ее с себя. Отдали ее итальянцам, кому-то еще, частникам, в общем, отдали. И пусть они сами с ней работают. Я правильно понял вашу позицию теперь? Не совсем. То есть, мы говорим, что у нас есть приоритет – это инфраструктура. Это я понял. Да. А энергетика мы предлагаем поддерживать на том уровне, который есть. А я так и понял. Я так и понял. Вот пусть она вот так вот и ничего с ней делать нельзя. Развивать ее не надо. Но у нас… Вы говорите. Да, да, да. У нас и так же… Да, 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 да. Развивать энергетику не надо. Вот теперь все стало ясно. У нас и так есть масса невостребованных мощностей. Да я все понимаю. Я понимаю. Теперь я вас понял. Государство считает здесь на игре, что энергетику развивать не надо. Вот теперь мне стало ясно. Вот долго понимал просто. Теперь понял. Энергетику развивать не надо. А поэтому, конечно, это проект, как и все другие, такие же. И все можете не выступать больше. Потому что вы не нужны. Так и такое государство не нужно? А? Можно микрофон? Микрофон можно? Может быть такое государство тогда и не нужно? Вот. Вы им сказали, мол, вы не нужны этому государству, так и такое государство, которое занимается развитием энергетики. Но это уже они пускали. Это они пускали. Вы государству уже сказали по поводу развития энергетики свою позицию. Теперь она стала абсолютно ясна. Так? Ясно. Ясно. Спасибо. Есть еще Китай, Индия. Да. Поэтому вопросы по поводу там сколько, сколько, они вообще даже были не нужны. Потому что это были ритуальные вопросы. Энергетика же вообще не интересует. Поэтому и цифры тоже так. Это уже ерунда. Спасибо. Что-то стало проясняться. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Кто считает, что должен сейчас выступить? О! Без рук. Ну что сказать. Умная энергетика тогда или что? Один рынок не complicает, где нет. И это пока. Так. Аплодисменты. Эль-эль-эль-это. Аплодисменты. Да. Спасибо. Валерий Кар somber thì Bölloe. топлива. Докладчик Острова Екатерина. Анализ причин сдерживания развития энергетики. Почему сдерживается развитие биоэнергетики? Мы не воспринимаем экологию всерьез. Анализ причин. Россияне не воспринимают экологию всерьез, живя сегодняшним днем в погоне за материальными ценностями. Отсутствие экономного мышления, культура потребления не прививается с малых лет. Отсутствие поддержки государства, внесение в программу развития энергетики, дополнительное субсидирование, законодательная поддержка и прочее. Пропасть между бизнесом и наукой. Разработки ведутся, но не продвигаются учеными, а бизнес ищет более легкие пути заработка, возможно не зная о варианте вложения в биоэнергетику. Ну и в заключении мнение эксперта. Василий Белов, исполняющий обязанности старшего вице-президента фонда Сколково, член рабочей группы по энергоэффективности, комиссии по модернизации и технологическому развитию при президенте Российской Федерации. Зеленая энергетика в России будет развиваться, если ее сделать прикольной. Модные мобильные гаджеты прививают новому поколению россиян восприимчивость к зеленым веяниям. У них это ассоциируется с такими вещами, как айпады, скачивание приложений. Молодежь готова за это платить больше, потому что для нее это будет просто прикольно. Ну и мнение группы. Все не так просто и прикольно. Нашей группе кажется, что отношение таких экспертов является одной из причин сдерживания развития биоэнергетики. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть вопросы? Суждения? У меня есть отношение. Мы сегодня в группе рассуждали как раз про вашу группу биоэнергетика. И знаете, пришли к такому выводу, вот почему мы не готовы работать с этим проектом, всерьез его рассматривать. А он потому что неприкольный. Понимаете? Вы заметили. Вот, понимаете, название какое-то у него дурацкое, биоэнергетика. Ну, неприкольное. И в этом смысле я бы все-таки вот так прислушалась бы к мнению эксперта. Что-то в этом есть. Вот не знаю, но чувствую. Спасибо. Это было суждение? Это отношение, да. Еще суждение? Да, прошу. Общество. И, может быть, и бизнес выскажется. Можно еще не суждение вопрос? Да. Правильно ли я понимаю, что ваша группа воспринимает мнение Василия Белова как мнение того самого пресловутого не классного эксперта энергетики, о котором я сегодня говорила, и противопоставляет свое мнение его мнению? Да. Хорошо, спасибо. Больше нет суждений. Спасибо. Кто считает, что сейчас должен выступать? Так, понятно. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я представляю группу «Умная энергетика». Для начала хотел бы напомнить, что такое «Умная энергетика». это направление развития энергетики, целью которого является энергосбережение, повышение энергоэффективности и качества жизни путем разработки и внедрения инновационных технологий и автоматизации процессов энергетики. Сегодня наша группа нашла и проанализировала причины сдерживания развития энергетики за три этапа. На первом этапе мы составляли письма и приложения к этим письмам для групп государства, бизнес, энергокомпаний и общества. В качестве приложения к письмам мы использовали нашу презентацию проектов «Умная энергетика» для эксплуатации тепловых сетей. В данном проекте мы представили технологию ремонта тепловых сетей в настоящее время и технологию, которую предлагаем мы с роботами. Также здесь представлены эффекты для предприятий тепловых сетей и эффекты для населения города Екатеринбург. Ну и следующий шаг. Так вот, вторым этапом нашей работы является, извиняюсь, третьим этапом, а второй этап. Ой, да-да, вторым этапом нашей работы, во втором этапе мы передавали письма группам и запечатляли на видео. Я предлагаю посмотреть видео. Ну, она коротенькая, две с половиной минуты. Такое. 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 Продолжение следует... На данном видео показано, как мы передавали письма и первое впечатление о нашем предложении. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое! Сразу чувствуется деловый дух и твердость намерений. Мы пришли к вам с предложением... Я бы сейчас специально, что я его получил? Конечно! Продолжение, презентация с описанием эффекта... Какая группа у нас посмотрит? Конечно, мы 600 в получении. Ну ладно, в получении, так что будет. Больше не за что они... Ну ладно, вы уже знаете, что не возникают некоторые проблемы в обмедлении, развитии новых научных проектов. Но эти проекты, они непосредственно связаны с обществом и с повышением качества жизни общества. Вы будете получить чуть больше, но у вас будет все хорошо. А сейчас у нас все плохо? Ну как бы не очень хорошо. Перебоев не будет вообще? Вообще, все будет идеально. А тарифы на сколько вырастут, да? Все зависит от масштаба внедрения. Когда произойдет полное внедрение, издержки сократятся и цены в тарифы упадут. И, соответственно, это все должно как-то компенсировать. То есть тарифы, они будут такие же и даже чуть меньше. В конечном итоге, когда полномасштабное такое внедрение будет, чтобы как-то собраться, организовать там митинги или деньги устроить, что хотим хорошие условия. То есть как-то воздействовать с помощью общества на те же энергетические компании, государства. В данном случае мы представляем вам презентацию конкретно на теплосетях. Вы рассказывали еще про электрические сети, про определение места повреждения. Вот это вот сюда не входит? Нет, это входит. Просто сейчас мы вам представляем на примере. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Так вот, после просмотра данного видео мы поняли, что первое впечатление такое, о нашем предложении такое. Государство не заинтересовано нашим предложением. У них и так своих забот хватает и в течение 30 дней они сказали, что обещали рассмотреть наше предложение. Группа бизнес, они заинтересованы в прибыли и в патенте наших технологий и задали нам вопрос, что от них требуется. Энергокомпании. 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 Они считают, что мы хотим их просто развести. У общества нам кажется меркантильное настроение. Их интересует только личная выгода. Ну, правильно, наверное, тарифы и качество. Мы считаем идеальными ответами, то есть, чего мы хотим от государства, бизнеса, энергокомпании и общества. От государства мы хотим продвижения наших проектов в экономике, бизнесе и в энергокомпаниях, бизнесе и в обществе. И также финансировать часть разработки. От бизнеса мы хотим инвестиций, дальнейшего сотрудничества и воздействия на государство. От энергокомпании мы хотим включение в НИОКР, внедрение наших технологий и также дальнейшего сотрудничества. Ну, от общества хотим, чтобы они проводили акции, пикеты, демонстрации, отправляли письма наверх в поддержку наших проектов. И также мы хотим создание совета потребителей по продвижению умной энергетики. На самом деле на данном пленуме мы поняли, нам ответили на вопросы и вот они какие. Государство говорит, что нет заинтересованного заказчика, который бы взял на себя ответственность за наши проекты. Бизнес согласен быть инвестором, но если мы будем выполнять его требования, условия техники, если предоставим технико-экономическое обоснование и подтвердим его в дальнейшем. Энергокомпании проигнорировали наши предложения, у них были более важные дела, но, как они сказали, не успели посмотреть. Общество нам сказало, что им все равно, как мы поняли. Таким образом мы считаем, мы выявили следующие причины таких ответов на наши предложения. Государство считает, что это неприоритетно и это не решает государственных задач. Бизнесу не хватает качественного ТО. Также есть конкуренция проектов и у бизнеса нет доверия к нам. Энергокомпаниям нужен готовый продукт, они не хотят вкладываться и тратить деньги. Я так понимаю, у них не хватает финансов и, видимо, наши проекты не удовлетворяют текущей ситуации, как уже было сказано. Для общества не хватает конкретности наших ТО. Им нужна явная выгода, сколько будут они экономить на тарифах и как изменится качество. Вот и в общем все. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы, коллеги? Из моей группы хотят добавить, дополнить что-то. Отлично. Я хотел бы извиниться перед обществом, потому что у них ответ был немножечко другой. Там просто опечатка была, то есть изначально мы ожидали другого немножечко ответа, но тем не менее общество, оно согласно, оно поддержало нашу идею и оно поняло то, что ну как бы все-таки лучше жить в хорошем, в хороших условиях. А может оно, в общем-то, слукавило тут? Может быть, но тем не менее, чтобы выглядеть чистенькими, знаете. Да, прошу. У меня есть вопрос. Представляйтесь. Можно слайд с анализом причин на экран вывести? Пожалуйста, выведи слайд на экран, ничего не видно. Ну ладно. Я хотела спросить. Значит, бизнес согласен быть инвестором, от вас требуется качественное ТЭО, значит, ну там нет доверия, преодолевается это. То есть я правильно понимаю, что, в общем-то, нет причин, ну как бы, нет проблем внедрения проекта. В чем дело-то бизнес, все, все хорошо. Причины не выявлены, я не вижу никаких тут причин внедрения. По-моему, убери, доделай, ну надо менеджера отдельного и все. Сделайте им ТЭО, да, в конце концов. Да, то есть у вас с ТЭО проблемы-то как бы. Не, просто не все, не весь бизнес, я считаю, ответит нам таким образом, что они согласны быть инвесторами. И вот ряд причин. Не все запросят ТЭО. И вот мы выявили ряд причин, почему так происходит. Причин или это? То есть вы спрашиваете, причин или это? Да. Это причины, если они будут не согласны. То есть… Это причины внедрения или это причины чего? Причины развития энергетики? Ну да. Ну то есть причиной того, что ваш проект не внедряется, является отсутствие качественного ТЭО. Ну да. Это причина именно почему не развивается наш проект. Ну вот, кстати, тогда у вас надо… Как и любой другой. Мы сегодня говорим чисто о своих проектах. Как это все… Но ведь на вашем месте мог быть любой другой сегодня вот так же, да? Ведь ответы были бы абсолютно такими же, да? Да. Если бы биоэнергетика прошлась точно так же там или кто-нибудь еще, так ведь? Или вы… Так. Ну в каком-то… Думаете, что это отношение только к вашему проекту такое? Я не могу ручаться за другие проекты. Ну, вот это… Это чисто наши причины… Я думаю, да. Можно? Нашего неразвития. Я думаю, да. Другие проекты могли получить такие же, но кто знает. Вот. А по поводу причин… Это причины… Сейчас, подождите, я соберусь немножко. Имелось в виду то, что в реальности для разработки ТЭО, для качественной, чтобы все конкретно там описать, нужно, собственно, начать эту разработку и уже вести какой-то проект на… То есть в процессе это все появляется. То есть проект находится на таком периоде, что переход от идеи к разработке, то есть… Ну, вот не хватает инвестиций. Поэтому… Не хватает чего? Инвестиций. Ну, то есть помощи. Это единственное, чего не хватает, да? Ну, да. Потому что есть потребности и люди заинтересованы, как мы видим. Угу. Пожалуйста. Жанронков Александр, группа «Энергокомпании». Скажите, пожалуйста, вот нас вот такой вопрос интересует. Есть ли у группы «Умная энергетика» какие-либо проекты на тот случай, но помимо вашего проекта, который вы представляете, на тот случай, если в будущем результате развития «Энергокомпании», то есть мы и «Энергетика» придет к, ну скажем так, избавлению от тепловых сетей либо от воздушных линий, то есть каким-то принципиально иным способом передачи энергии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на данный момент явных проектов таких нет. Ну, мы считаем, что мы сможем справиться с любой задачей, разработать любые технологии. Если задача будет поставлена особенно. Да, если качественно будет поставлена задача. А группа «Энергокомпании» утверждает, что она заинтересована в каких-то проектах? Энергокомпании именно это и хочет заявить, что в целях своего, так скажем, выживания она ищет для себя те проекты, которые помогут ей, скажем так, трансформироваться во что-то качественно иное. Понятно. А группа «Умная энергетика» не посещала мысли просить вот этих же контрагентов, что, собственно, им нужно? Не предлагая свой проект, а что бы они хотели? Скажем, вот что хотели бы «Энергокомпании»? Вы сейчас, только сейчас это услышали? Нет, мы спрашивали. Они нам даже дали техническое задание. То есть мы… И что им нужно? Рассмотрели. Им как бы нужно то же самое, но мы, на мой взгляд, не дали им качественное ТО. Извините, группа «Энергокомпании» хотела бы узнать, какое техническое задание мы вам дали? Не вы, не вы. Я вообще говорю про ситуацию с нашими проектами вообще. Хорошо. А можно еще один маленький комментарий от группы «Энергокомпании»? А вот… Вы, собственно, ничего не дали. От меня лично, вот, Чернова Анастасия. А вы сейчас в нашей игре рассматриваете только «Умную энергетику» как робототехнику? Или какие-то другие проекты тоже? Робототехнику и автоматизацию. А вот, может быть, нам… Мне кажется, вот робототехника, она будет лишать, на мой личный взгляд, как человека, только какие-то локальные проблемы, может быть, какие-то системные задачи тоже поможете нам решить, и тогда этот диалог пойдет более плотно. А что, есть проблемы у кого-то? Ну, мне кажется, что… Вы же, собственно, ну, как бы не ответили, вы же, вот, дескать, я так понял, по презентации, дескать, проигнорировали все проекты, значит, ну, и ваши, конечно, тоже мы в вашей презентации не увидели никаких ваших запросов, правильно? На сегодняшний день, это, безусловно, наш такой минус, мы бы хотели просто дальше об этом потом поговорить. Поговорить, почему у вас нет проблем? Нет, поговорить о том, какие нам нужны проекты от «Умной энергетики». А к вам же никакие не нужны? Никакие нужны, уже все просто. Почему никакие не нужны? Потому что проблем-то у вас нет? Нет, у нас есть проблемы. Разве? Да. А вы их называли, да? Да, мы хотим трансформироваться нечто в качественное иное, чем сейчас для выживания энергокомпаний. Это что-то новое? В вашей презентации вроде там… Было это в докладе, да? Это было, может быть, в наших выступлениях и в нашем понятии развития, когда мы говорили о том, к чему приведут последствия сдерживания энергетики, такие, как есть сейчас. Это было, может быть, на нашем предыдущем докладе, скажем так. Спасибо за… Можно вопрос? Валиулин Камиль, группа сотового энергетика. Вот на этом слайде вы обозначили, что вы хотите от каждой группы. Я правильно вас понимаю, что от общества вы хотите вот акции, пикеты, демонстрации, то есть, например, демонстрацию в духе там проход с плакатами. Мы хотим, чтобы линии осматривали роботы, а не энергетики. То есть, правильно я понимаю, что вы такое хотите от общества? Мы хотим, чтобы общество было за роботов. Мне кажется, это будет прикольно, как уже было сказано выше. Прикольно, да. И… Умная энергетика – это не только робототехника и автоматизация процессов. Мы также можем объединиться вместе с такими компаниями, группами, как биоэнергетика, в том числе и сотовая энергетика, чтобы решить какие-то ваши проблемы с помощью современных технологий. Скажите, пожалуйста, группа «Умная энергетика», вы не рассматривали такую концепцию Smart Grid? Рассматривали? Вот, если вы сможете как-то поподробнее нам представьте в дальнейшем просто… Да зачем вам? Это была бы нам очень полезна. Да зачем вам? Вам же не нужны Smart Grid. Ничего вам не нужно. Вам ничего не нужно. Ну, вы же в презентации сказали. Ну, зачем вам Smart Grid? Ну, слушайте. Хорошо. Можно я попробую объяснить со своей, можно сказать, личной точки зрения. Энергетика в том виде, в котором она существует сегодня, при том непонимании тех последствий, которые ждут ее при отсутствии, ну, так скажем, настоящего развития того, которое мы понимаем под этим, она, скажем так, обречена на гибель. И мы, вот как, скажем так, идеальная энергокомпания, мы это осознаем и ищем пути принять такие изменения, чтобы они, ну, они помогли нам выжить, что ли? Может быть, я как-то сумбурно это выразил? Неубедительно пока весьма. Ну, ладно. И можно еще, я вот не до конца закончил свой вопрос, первый слайд самый, который после ститульного, конечно, первый. Про умную энергетику? Да, то, что вы понимаете под умной энергетикой. Я думаю, что это так долго будет. Да, легче за вами объяснить. И вот следующий, да. То есть, вот, направление развития энергетики, целью которого является энергосбережение. Я правильно понимаю, что, вот, например, светодиодная лампочка – это энергосбережение? То есть, вы это тоже относите к умной энергетике? Ну, энергосбережение в том числе. Ну, понятно, спасибо. А зачем эти вопросы? Давайте идем дальше. Суждений нету. Никому ничего не нужно. Пожалуйста. Свежий Антон, группа «Сотовая энергетика». Хотел спросить про роботов, но вы уже ответили, что не только. Вы не рассматривали разработки в сфере ПО, автоматизации? А зачем этот вопрос задается? Для общего развития. Да. Для раздумья группа, это скорее даже суждений. Давайте не будем, спасибо. Не будем тратить на это время. Общее развитие, вы же друг другу можете подойти, а нас это никак не продвигает. Есть суждения? Спасибо. Суждений нет. Спасибо. Дальше. Спасибо. Дальше. Кто считает, что должен сейчас выступить? Чья группа? Прошу вас. Да, вы уже пришли. ПОТЭС. 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 Добрый вечер. Алексей, группа ПОТЭС. Целью нашего сегодняшнего доклада является анализ причин невнедрения ПОТЭС. ПОТЭС. Мы пытались разобраться в причинах невнедрения ПОТЭС с целью. На сегодняшний день все субъекты в системе энергетики движутся по своему определенному пути, не замечая других. Так. Единой системы взаимосвязи нету. В чем выражается несистемность? Во-первых, государство не готово кардинально менять схему работы. То есть государство не хочет реагировать на изменения, которые происходят сейчас. Во-вторых, энергокомпании сосредоточены на решении своих проблем и не заинтересованы в изменении существующей системы. Общество относится безразлично, безграмотно, не занимает активную позицию. По нашему мнению, общество безразлично, что будет в дальнейшем с энергетикой. В-четвертых, бизнес ориентирован на краткосрочные проекты, краткосрочное вложение денег. Не хочет участвовать в долгосрочных проектах, так как не уверен в перспективе своей и будущем экономики страны. Основная цель бизнеса – вложить деньги, чтобы они окупились, получить прибыль и уйти. Проанализировав данную ситуацию, выявили главную причину сдерживания развития. Ни один из субъектов не готов изменить сложившийся порядок вещей. Как говорил Павлов, нет свободы, чтобы сметь отвергнуть то, что установлено. То есть никто не хочет пойти против системы, принять во внимание ту ситуацию, которая складывается, увидеть угрозу, которая может возникнуть. Рисунок на слайде показывает то, что у нас проект никем не востребован, он пока не может совмать сложившийся порядок вещей, но хотел бы это сделать. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Может быть есть суждения? Нет. Бизнес. У меня скорее даже нет лица бизнеса, отлично от меня. Мне понравилось, что идет системный подход в выявлении причин. Я считаю, что мы в своей презентации тоже пытались когда-то донести, но нам сказали, что это неверно. И здесь вторая группа говорит, что это именно система как-то, нужно все в системе менять. И мне это нравится. Ну я думаю, что группа бизнес тоже поддержит меня. Потому что, скажем так, ПТС, это у нас атомная станция, у нас, как известно, что у нас существует монополия на атомную энергетику государства, и государство туда никого не пускает. То есть оно это решает. Поэтому я думаю, что это как раз система, которая мешает, тормозит. Ну это мое суждение. Спасибо. Я правильно понял, что бизнес вообще-то хотел бы сделать ПТС, но ему тут мешают. Я сказала, что я говорю именно от моего лица, нет лица бизнеса. Еще суждения, коллеги? Вот у меня в группе вопрос возник. Я правильно понимаю, что вы анализировали причины во внешней среде, а не в самом проекте и не в схеме реализации проекта ПТС? Можно я скажу, пожалуйста? Да. Римма Соболь, ну это же группа. Но я хочу сказать, что мы анализировали наш проект. Почему именно? Я не скажу, что мы анализировали его внешне. Он же у нас связан напрямую с энергетикой, с ее системой. А вот система состоит, точнее сказать, ну ладно, из общества, которое входит общество, бизнес, энергокомпания и государство. То есть это и есть составляющие, которые, я считаю, мы должны анализировать. То есть именно из-за этих четырех субъектов, которые как-то не могут разобраться между собой, найти баланс, да, вот эту системность, ну ее нету. Из-за них мы не можем вот ее пробить, зайти туда, так скажем. Нас что-то отталкивает. Мне кажется, в этом причина нереализации проекта именно с этих сторон. Я хотел спросить, вы искали вот эти причины условно во внешней среде, то есть в зоне вот этих вот заказчиков, а не в том, как сегодня, например, этот проект, скажем, осмысляется, реализуется и продвигается. Я правильно понял, что вот в зоне, ну как бы условно говоря, внешних условий, а не внутри, в общем, сущности этого проекта и того, как он движется или как его двигают? Ну, наверное, да, мне кажется, внешние условия, мы их анализировали. Потому что внутри самого проекта, мне кажется, одни плюсы, ну, они есть минусы, но их не так много. Ну вот, да, это внутри самого проекта, а внутри того, как этот проект, собственно, на каком этапе? Как развивается и, собственно, как этот проект сегодня развивается и как он сегодня продвигается кем-то? Вот в этой зоне не искали? Он не продвигается, вот, ну, один из примеров, вот, в Кушве, который хотели ввести одну из подземных станций, ее не ввели. Хотя попросили, как я понимаю, уже и, ну, ТЭО, по-моему, было запрошено, да? Нет, а вопрос-то по-другому был задан. Мы анализировали на примере. Не ввели в Кушве, да? Ну, да, был такой проект. А кто хотел-то ввести? Кто был субъектом? Вот, по-моему, нет, мы это обсуждали, я это читала, да. По-моему, от самого муниципального образования пошел, пошло предложение. Нет, они запросили у тех, у носителей этой идеи, чтобы они, что, ладно, лучше не буду говорить, да, чтобы... Желающие заработать на этом проекте были, как в фирме ТВЭЛ, так и в муниципальном образовании, это да. Да, это там плюс для бюджета. Но были ли они субъектами реализации этого проекта? Был ли у этого проекта субъект? Ну, я лучше, наверное, не буду так говорить, и мы это еще проанализируем. Ну, вот, собственно, я хотел, ну, как бы, возможно, группу направить. Мне кажется, что, возможно, эффективно было бы поразбираться в том, как этот проект сегодня продвигается. И, возможно, схема того, как он, ну, как бы, вот этот проект, если его взять, как он сегодня пытается вот эту стену пробить, возможно, в этом, в этом, возможно, есть, ну, как бы, некий узел, узел проблем. Потому что, конечно, ну, возможно, говорить о том, что вот эти вот условия, там, дескать, дескать, что это не нужно государству, обществу. Ну, то есть тут получается, что из этого нет выхода. Нет, он есть, мы сказали, что мы хотим все-таки найти выход. То есть мы видим эти причины, мы их нашли, а следующий этап мы хотим понять. Вы причины нашли, думаете? Ну, да, мы их уловили. Ну, вот вы не обратили внимание на то, что Александр говорит. Вы внешнюю сторону посмотрели и вы увидели, никому этот проект не нужен. Ни государству, ни бизнесу, ни обществу, ни энергокомпании не нужен. Это вы убедились. Оно при этом, а кому он нужен, вот это интересно было бы увидеть. Он кому-нибудь вообще-то нужен, то есть кто-то, есть интересант этого проекта, он-то что делал для того, чтобы проект стал реальностью, если он был? Вот вопрос, в другую сторону вопрос. Проанализировали ли вы причины неуспешности продвижения этого проекта тех, кто его продвигал? Куликова, можно, да, я скажу? Да. Куликова, как раз-таки эта же группа. В общем, мы и видим в этом причину, потому что проект уже был предложен Кушве и планировался к реализации там. А кем был предложен? Разработчиками, как раз-таки компании ТВЭЛ. А, разработчиками, да. А разработчик это и есть инициатор проекта, да? Ну, в данном случае, да, я так понимаю, компания ТВЭЛ. Петров, но он умер, погиб. Но ТВЭЛ, который продолжает, получается, разработку этого проекта. Суть-то в том, что он не был реализован на площадке Кушве как раз по всем вот этим вот четырем причинам. Первое, то, что государство, двигаясь вот в этом вот направлении, реализуя БН-1200 и прочее, не хочет рассмотреть вот эти вот возможные... Да, государство не хочет. А кто хочет? Вопрос-то, какие... Вот Саша, говорит, задает вопрос не в государстве, а в том, кто делает что-нибудь, чтобы государство захотело. Государство не хочет. Есть такой кто-то? Или это проект, это бумага, которая лежит на столе там у кого-то или в шкафу, да? И... А как она будет двигаться? Она не двигается, ее никто не двигает. Вопрос, есть ли толкача у этого проекта? Из-за отсутствия системного подхода, потому что сами жители Кушевы отказывают... Системного проекта у куска бумаги? Да, подхода не реализована, в том числе из-за того, что общество, сами жители этого города во главе с мэром, видят, они не образованы, безграмотны, не считают, что это, ну, опасно для их района. Опять же, вот общество... Да, новый мэр не испытывает энтузиазм по поводу этого проекта, новый там не испытывает, а общество, по-моему, и так ничего и не узнало. Или знало, что там что-то для них хотели сделать, что-то денег куда-то привезти, что-то не довезти. Да, мы согласны. Вот у Римы конкретный пример, у нее подруга, она говорит, нет, нет, ни в коем случае, как так, как я там буду жить? Из Кушевы, да, естественно. Да, то есть с обществом вообще никто не работал, с обществом вообще никто не работал. А мы и говорим, Саша задает вопрос, а кто, история продвижения этого проекта, она хотя бы обнаруживает следы того, кто этот проект двигал? И что это за люди были, которые двигали этот проект? Вы не пытались разобраться? И почему у них не получилось? Каковы причины, что они обломались этим проектом? Ну да, ну и собственно вот мой совет группе, возможно, ну то есть я понял, что вы рассмотрели вот эту, собственно, вот эту границу. И я так понял, рассмотрели сам проект. Возможно, сейчас было бы эффективно, ну вот, просмотреть вот эту ситуацию, собственно, как, в общем, субъекты, которые им занимались, его пытались продвигать, собственно, как они это делали. Мне кажется, что возможно здесь, вот здесь вот есть зона, где можно искать причины. Спасибо. Идем дальше? Да, спасибо. Сотовый энергетик. Даже Антон, группа сотовый энергетик. Так, тема нашего доклада – всеобщее ожидание в энергетике. Мы подумали и решили, что развитие энергетики на данный момент никому не нужно. Вот почему? Можно причины? Вот именно энергетики в понимании не данного форума, а вообще вне форума. Большей части субъектов на данный момент в энергетической отрасли сейчас хорошо. То есть их вполне устраивает нынешнее положение дел и в будущее они, если заглядывают, то, видимо, не очень далеко. Позиции потребителя в отрасли нет. Так, всеобщая позиция ожидания, то есть основные группы, государство, общество, энергокомпании, они чего-то выжидают. Особенности национального менталитета. Это опять же надежда на овощ пронесет и поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». То есть оттягивание до самого последнего момента. И наша группа думает, что в энергетике не задумываются о понятии развития. Они в данный момент просто штампуют электростанции или перекладывают там нагрузку из одного места в другое вместе с генерацией. Следующий слайд. Почему развитие сотовой энергетики никому не нужно? Ну, одна из причин. Большая энергетика чувствует себя сносно, потому что пока еще не загнулась до конца. Особенности менталитета. Страшно что-то менять, вдруг будет хуже. И нет желания вникать. То есть хорошо бы, если бы это все быстро раз и поменять. Неуверенность в стабильности функционирования сотовой энергетики. То есть сотовая энергетика, как ее внедрить, как она будет приносить дивиденды, не будет приносить дивиденды. Отсутствие института научно-прикладных исследований в энергетике и площадок для испытаний. То есть сейчас наука очень плохо развивается, на наш взгляд. И опять же неуверенность в стабильности из-за того, что нет уже опытных образцов, допустим, каких-то площадок, которые уже реально действуют. Следующий слайд. И проанализировав эти причины сдерживания развития энергетики, можно говорить об отсутствии субъекта развития. То есть тех, кто, собственно, будет двигать эту энергетику. Кто-то, может, не знает, что такое развитие. Кто-то не хочет ее двигать по ряду причин. Кто-то боится будущего. И пока он не появится, развития не будет. То есть нет субъекта развития, нет и самого развития. Субъект тот, который боится? Субъект это тот, кто двигает. Тот, который не боится? Тот, который не боится. Не боится. Кто знает и кто хочет. Кто хочет? Да, кто хочет. Именно, что кто хочет. А анализ причин сдерживания энергетики говорит об отсутствии субъекта развития. А и дальше, может, неудачно написано просто. Имеется в виду, видимо, кто-то не знает, кто-то не хочет, кто-то боится. Из этого нет. А, кто-то. Кто-то не знает, кто-то. То есть сегодня вот такое положение. Или энергокомпании, или общество, или государство, или может все вместе взятые. У всех какие-то дефициты есть, да? У всех свои причины, наоборот. Да. Все, вопросы, предложения. Вопрос. Нужно ли развитие сотовой энергетики разработчикам концепции сотовой энергетики? Да, нужно. Но, к сожалению, группы наука, которая могла бы стать потенциальным субъектом, на форуме не представлено. И тащить груз ответственности за развитие пока еще никто не берется. То есть группа концептуалистов сотовой энергетики, которая немножко не доработала концепцию, принцип сотовости еще нам не предъявила, да? Пока еще. Пока не сделана эта работа, да? Да, возможно. И как бы группа сотовой энергетики позиционирует себя скорее как инструмент для развития энергетики. Вот этот инструмент для развития энергетики. И все проекты. Навизну, навизну сотовой энергетики, ну, вроде как обещанную нам, мне так показалось. Да? Да? А предъявить принцип новой энергетики, принцип вот этой сотовости, который бы был понятен, и было бы понятно, что вот это есть новая энергетика. Через этот принцип она и новая. Это ее отличает от старой, и в этом его будущее, залог того, что эта энергетика, ну, как бы сменит старую, да? Да. Вот это мы еще не проработали. Предъявляли? То есть это уже отработано. Да, мы, в принципе, знаем, как прийти к развитию сотовой энергетики. Да, сотовая энергетика – это та энергетика нетрадиционная, начиная с сегодняшней малой генерации, да, заканчивая беспроводной. Да. Понятно. Так, и вы говорите, что группа концептуалистов, вот таким образом выстроившая концепцию сотовой энергетики, она заинтересована, но без… То есть вы концептуалисты, вы не неокровцы, да? Вы говорите, нам одним без неокровцев не потянуть. Так было примерно сказано? Прошу прощения за незнание, можно расшифровать неокр? А, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Ну, об этом речь было, да? Да. То есть без разработчиков, вы же концептуалисты, вы не разработчики, да? Да. Понятно, спасибо. Вопросы? Есть ли вопросы? У меня ни вопроса, ни суждения, но я быстро, просто так, по поводу… Вот, значит, группа сейчас говорила то, что они концепцию придумали и вчера ее показывали, но вот они сегодня к нам приходили и показывали ее снова. Вот, честно говоря, вчера они так ее показывали, что мы ничего не поняли, а сегодня они показали по-другому, более подробно, и нам стало понятно. Вот, хотелось бы еще раз, чтобы вы показали все-таки всему залу ее в какой-то следующей презентации. Более подробно. То есть у них концепция развивается, да? Да, мы считаем, да. А, ну, хорошо, тоже хорошо. Вчера они обозначили контуры ее, сегодня они стали более детально прорабатывать. Так, хорошо. Я бы так поверил, что у них прогресс есть. Ну, просто мы вчера показали эту концепцию, но наше выступление было вот так же в конце. Было подозрение, что его, можно сказать, никто особо не послушал. Поэтому мы приняли решение и сегодня утром прошлись по всем остальным группам, и, можно сказать, им эту концепцию разъяснили. А, а у вас есть ощущение, что вам… Ну, не ко всем у меня. Ребята, у вас есть ощущение, что вам самим на самом деле удалось придумать эту энергетику, придумать какой-то новый смысл? У вас он прирос в головах, да? Да, есть. Есть, да? Ну, хорошо. Вот это здорово. Здорово. Так. Есть какое-то представление о сотовой энергетике, концептуальное, но при этом вы понимаете, что для того, чтобы ее развивать, вам одним не справиться. Ну да, мне хотелось бы сказать то, что вот мы позиционируем сотовую энергетику как путь к беспроводной. То есть, а что вот многие хотят… Я понял, я понял, но мы говорим теперь… Но нам не хватает научных разработок для этого. Это есть опытные только научные разработки, нам не хватает принципов, которыми мы можем это сделать. То есть, есть концепция, есть все, но вот этой науке, физических принципов, они еще не исследованы, не разработаны. Вот этого нам не хватает. Ну, это кто-то должен делать, да? Ну, на наш взгляд, это наука. А с чьей помощью? Бизнеса, государства. Ну, мы постараемся… То есть, науке надо поставить задачу, она это разработает, и тогда этот шаг можно считать вполне реальным. А сотовая энергетика – это то, что мы можем сделать, пока этот шаг ждем, конечно. То есть, подготовить почву для будущих, дальнейших инноваций. Ждете, вы говорите? Ну, мы ждем, пока наука разработает. Вы думаете, что вы дождетесь, ждя? Ну, как сказать, в концепции данной игры, если бы была группа науки, возможно, мы бы с ними взаимодействовали в этой области. Не, ну, хотя бы, наверное, тогда это надо было нарисовать. Ваша дорожная карта надо, ну, скажем, выстроить, да, что нужно для того, чтобы… Александр Евгеньевич, надо заинтересовать, естественно, кого-либо, чтобы он продвигал. Конечно, концептуалисты – это первое звено в продвижении. Они придумывают, и они пускают… Вот вопрос, вот очень хорошо. Я же понял так, что никого пока не интересует сотовая энергетика. Концептуалисты – не окрасцы, но концептуалисты, придумав эту энергетику… Концептуалисты – они никто. Нет, нет, почему никто? Я такого не говорил. Да? Нет. Почему? Вы же идею рождаете, это самое главное. Наоборот. И вопрос в чем? А те, которые рождают идею новой энергетики, они способны родить идею, как заинтересовать в ней всех, кого необходимо заинтересовать. Это и есть цель нашей группы на данную игру. На данную игру? Ну, просто пока сегодня вы ее не реализовали, это будущая ваша задача, да? Да. Спасибо. Спасибо. Да, там еще было суждение из интернета, что Илья Шевелев пишет о том, что причина отсутствия развития энергетики в России – это ее надежность. У нее хорошее качество, да? От добра добра не ищет. Следующий доклад – группа проектирования субъекта развития. Здравствуйте. Я представляю группу проектирования субъекта развития, и меня зовут Овчинников Концентин. Можно сразу следующий слайд? Мы сегодня попытались рассмотреть причины сдерживания развития энергетики. Для этого предварительно мы попытались создать некую функциональную модель субъекта развития. Создавали мы ее, отталкиваясь от нашей вчерашней концепции карманной энергетики, но это никак не присутствует здесь. Подведу чуть ближе. Мы считаем, что внутри субъекта развития обязательно должен быть идеолог, то есть человек, которому принадлежит сама идея какого-то нового проекта, и который буквально горит за нее. Также на ранней стадии в проект должен прийти менеджер, то есть человек, который будет профессионально управлять развитием этого проекта и продвигать его, вести на всех стадиях, начиная от начального состояния и заканчивая уже внедрением в массовое производство. Также мы считаем, что необходимы внутри нашей модели должны быть такие роли, как эксперт, то есть человек или группа людей, которые независимо оценивают с холодной головой перспективы проекта, технические его характеристики. Должен быть экономист, который проработает вопросы экономики, целесообразность всего этого. Также обязательно внутри группы должен быть хороший продавец или маркетолог. И при том он должен появиться не на последней части, когда мы начинаем продавать уже выпущенные в производство, в массовое производство какие-то новые изделия, а на самой ранней стадии. Потому что проект надо продать тому же менеджеру. Его надо постоянно продавать на каждом новом шаге. И поэтому продавец должен прийти уже практически в самом начале проекта. Также мы считаем, что внутри проекта должно присутствовать государство в нескольких своих хипостасях. Как, например, тот орган, который даст грант на начальную разработку и на которую будет нанят разработчик, который сделает первый опытный образец, первое воплощение проекта в жизнь. Также государство может способствовать как разработчик неких законов, которые будут способствовать развитию этого проекта или, по крайней мере, его не тормозить. Далее мы считаем, что внутри объекта развития есть место для роли общества. Также есть, и мы отдельно выделили общественные объединения. Для них мы полагаем роль неких сообщников, идеолога. Им не принадлежит идея, но тем не менее они помогают идеологу ее продвигать в силу своих возможностей. Ну и, собственно, также внутри субъекта есть роли инвестора, то есть некая структура, которая даст деньги уже на массовое производство. И роль производителя, который, собственно, которую жизнь и произведет, ну, сделает массовое производство. Теперь непосредственно к причинам. Почему мы считаем, что сегодня, что является причинами сдерживания? Во-первых, это менеджер. Плохой менеджер. Во-первых, тут несколько микропричин. Проект не цепляет, слабый по своей сути, но менеджер, он тоже человек. Он ошибся, он взял этот проект, но это плохой проект, он не может его продвинуть. Либо же, вот на самой начальной стадии у идеолога нет денег. Проект еще не... Непонятны его перспективы. Очень сложно найти действительно грамотного, действительно крутого менеджера, который проведет его на всех стадиях и воплотит в жизнь. А если в проект приходит бездарный менеджер, то мы получаем снова гибель проекта. Также мы считаем, что еще одной причиной сдерживания является отсутствие продавцов. Вот было сказано про прикольность. Это действительно очень важно на каждом этапе заинтересовать того, кому вы этот проект представляете. И когда вы представляете его прикольно, не обязательно в представлении молодежи, а в представлении именно того человека, для кого вы его делаете, для кого в данный момент его презентуете. Это безумно важно. И вот, например, мы считаем, что как раз ошибка, ну, например, группы «Имал Урал» в том, что их проект не прикольный. Ну, вот серьезно, ребята. И также мы считаем, что одной из причин сдерживающих развития является слабое общественное объединение. То есть, например, если у нас есть какая-то научная разработка на кафедре, то вот это общественное объединение формирует студенты и аспиранты, которые, по сути, не видят себя внутри этого проекта после того, как они окончат ВУС и уйдут. К тому же этот проект для идеолога – это смысл его жизни практически. А для остальных членов этого общественного объединения это всего лишь временное какое-то, временное событие, скажем так. Проект не мыслит со своим. Еще хочется добавить, что общество плохо знает самого себя. Вот оно уже на протяжении многих дней говорит, что оно инертное. Все выходят и говорят, общество инертное, оно плохое. Мы выдвинули два тезиса. Во-первых, российское общество никогда не поднимется на продвижение чего-то хорошего. Мы получим реакцию от общества только в том случае, если ухудшим его положение. Ну, грубо говоря, начнем вырубать какой-то лес, начнем урезать зарплату, начнем увольнять. То есть ухудшим его положение. Тогда общество поднимется. Вот такой менталитет – это данность. И вторая концепция, второй наш постулат, что внутри общества есть активные элементы, которые независимо от всего все же могут идти и финансировать какие-то проекты. То есть ярким примером этого является набирающий обороты в последнее время явление краудфандинг. Грубо говоря, в переводе с английского, это совместное финансирование. Наверное, многие из вас о нем слышали. Если вы зайдете на сайт kickstarter.com, indiegogo.com или на planeta.ru и нажмете вкладку о проекте, то вы сможете почитать, что это такое более подробно. Но суть в том, что вы можете прийти туда, объяснить свою идею, и если она действительно зацепит людей и будет прикольной, люди дадут вам денег. Соответственно, проект выступает некой площадкой, которая за небольшой процент гарантирует, скажем так, честность заказчика к пользователям. Это на тему того, что общество у нас инертное. Оно не инертное. Существует множество проектов, как на Западе, так и в России, которые набрали деньги от простых пожертвователей. И по поводу инвестора. То есть можно много говорить, что не дают денег. На самом деле, если хороший менеджер и хороший проект, деньги всегда найдутся. Ну, на этом все. У меня три вопроса на понимание. Первый вопрос. Считает ли группа, что проект должен быть прикольный на стадии проектирования? Да. Он должен быть прикольный на всех стадиях. У вас там написано продавец. Мы не продавец. Отлично. Вот смотрите, мы не говорим, что вот все эти роли принадлежат одному человеку или одной группе людей. В какие-то моменты эти роли могут все совмещать. То есть один человек может оказаться идеологом, например, и экономистом. То есть если вы не продавец, вы должны найти продавца, вы должны найти того человека, который вот это вот субъект развития. Вот в вашем субъекте развития нет продавца. У вас нет рта. Вы не можете донести свою позицию красиво. Пригласите этого продавца, чтобы он красиво вас рекламировал. То есть вы нам предлагаете врать или что? Что значит врать? Я предлагаю вам красиво презентовать вас, объяснить вашу суть. Чтобы вас поняли, чтобы вы понравились. Мы два дня пытаемся сделать так, чтобы нас поняли с листовками. Это некрасиво. Некрасиво? И вам говорят, что у вас это плохо получается. Ну хорошо, ладно. Еще два тогда вопроса. Прикольно и интересно это синонимы. По большому счету да. Прикольно и вдохновляет. Да, вдохновляет это ближе. Потому что интересно это более нейтрально. Вдохновляет это более высокая стадия. Вот слово интересно. Ну хорошо, группа считает, что такой глобальный проект, который охватывает все сферы развития страны, это неинтересно и не вдохновляет. Вы не показали, что это интересно. А третий вопрос. Ладно. Спасибо. Следующий. Вы. Где микрофоны? Это можно сделать более активно. Лепехиногор, сотовая энергетика. Правильно ли я понимаю, что чтобы было развитие энергетики, нам нужен такой субъект, который отвечает всем этим требованиям? Да. А он существует? Или мы его должны создать как-то? Мы привели структурную модель такого субъекта. То есть, чтобы пошло развитие, на наш взгляд, вот сегодня мы дошли до такой стадии, на наш взгляд субъект развития должен содержать в себе следующие роли. Существует или нет, это уже другой вопрос. Но мы считаем, что для успешного развития должен быть вот такой субъект. То есть, например, если мы пойдем, опять же, туда же на запад, потому что так проще, это раскручение сейчас в России. Возьмем компанию Apple, возьмем, не знаю, проект Tesla Model S, то есть электромобили. Там, если мы посмотрим, там все вот это есть. Любой из этих элементов есть внутри этих проектов. Миншикова Ирине. Я быстро спасибо группе, что она наконец-то определилась и донесла на нас свою идею. Спасибо. Старались. У меня осуждение. Небольшое осуждение по проекту. Мне все-таки кажется, что проекты типа Kickstarter, планета и так далее неприменимы к такой стратегической отрасли, как энергетика. Спасибо. Спасибо. Да, Ирина Брюсовна. Ну, я, пожалуй, присоединюсь к этому мнению. И у меня сложилось впечатление, что нам описали не субъект развития, а способ продвижения товара. Спасибо. У меня, если можно, есть вопрос. Вот, я правильно понимаю, что группа настаивает на том, что субъект развития коллективный? Да. Понятно. Спасибо. Но в каких-то ситуациях все вот эти роли может собирать на себе один человек? Может или не может? Может, но это будет частный случай. А в ситуации развития энергетики? Ну, это нереально. Угу. Понятно. Небольшое суждение для меня вот это сложный вопрос, в общем, про, собственно, коллективность. Я вот слышу об этом из уст, собственно, и Каврилова, и других. Я пока здесь не определился, признаюсь. Не знаю пока. То есть то, что необходима команда, в общем, это да, очевидно. Но вот субъект развития, коллективный ли он или индивидуальный, я пока не могу сказать. Признаюсь вот сам. Не знаю. Спасибо. Все, наверное? Да? Хорошо. Спасибо. Как мне сказали, у нас должен быть еще один доклад. Хотелось бы понять, будет ли он. Я не вижу контакта с людьми. Есть, да? Из интернета, да? Металлогическая группа. Или он уже был? То есть, собственно, был доклад Дамира Вахитова, он уже прошел. Он уже прошел, да? Коллеги, будет ли доклад и группа металлогического сопровождения? Вы хотели бы уточнить. Ну, там, возможно, еще один будет доклад. Потому что говорили, что вроде будет в конце доклад. Мне говорили. Нет связи там? Непонятно. Тишина. Там есть кто-то в сети, да? Как-то отзовитесь, будет доклад или нет. Или мы завершаем работу. Так, вот. Вот мне звонят. А, слушаем, Сергей. Вот это, да. Да, добрый вечер. А вот мне трудно сейчас сказать. Вы ощущаете вот ситуацию, которая сейчас у нас складывается? В этой ситуации ваш доклад или ваше выступление какое-то необходимо? Вы можете сейчас нам помочь сделать выводы из того, что... Когда мы вчера с вами работали, я чувствовал, что возникла эта потребность и возникло место в форуме для нашего сообщения хотя бы об истории нашей трансформации. Сейчас я вижу, что вам еще более хреново, поскольку весь форум идет, ну, идет красиво, но не туда. Но пока не осознанно форуму, пока форум не выполнил капитальную рефлексию своего движения, наше появление там, или появление там методологической консультации будет в никуда. Сейчас я внимательно слушая форум, обнаружил некоторую тошноту от того, что не могут сфокусироваться на предмете, который сегодня выделен в теме дня. Причины. Никто не раскладывал причины. Никто не выявлял их мощность и мощность их влияния, происхождение этих причин. Все продолжают топтаться на таком хреновом вопросе, как развитие энергии. А сегодня день в программе посвящен причине, анализу причин. Поэтому, если вы сделаете рефлексию, вот эти четырех дней, что происходило, если вы это выложите где-то, схемой, текстом, разговором, который кто-нибудь запишет, может быть мы послушаем, запишем, то тогда будет материал для работы. Сейчас я могу сказать, что у вас идет инерционное такое движение, но нашего вмешательства, нашего, вот как вчера, потребности к такому у вас нет. Это все, что вы можете нам сказать. Это моя позиция и моя точка зрения. Понятно. Есть какие-то другие у вас еще сообщения? Еще какие-то сообщения у вас есть? Вроде бы мне говорили, что у Петра Михайловича какое-то выступление ожидал. Королева. Нет? Ожидал. Королева. Нет. Ну, это мое частное мнение. Это не мнение группы, Алексей. Я понял. Я хочу и спросить. Кроме этого частного мнения еще... А не знаю. Петр слышит нас? Пусть скажут да. Сейчас я уточню. Да, пожалуйста. Так. Костя, все-таки. Минуты. Сейчас я включу их в этом группе. Да, хорошо. Петр? Да, я слышу. Сергей Евгеньевич спрашивает. Есть у вас частное мнение о сегодняшнем тренуле? Поскольку я сказал сейчас, что групповой консультации или группового доклада у нас не будет. Но у нас есть, может быть, частное. Я бы рекомендовал выполнить рефлективы четырех дней, которые каким-то образом зафиксировать. Схемой, текстом или проговорить, а мы запишем. И тогда будет материал. Да, я слышал. А, ну да, вот. Ну, я должен сказать, что группы были очень вдохновлены сегодня своим материалом. И доложили достаточно ясно и четко. Единственное, что временами не совсем по теме дня. Ну, вот это вот вдохновение заслуживает внимания. Я бы еще поблагодарил руководителя, который поздно тянет Леммиха. Он как бы вдохновлял и лоббировал проекты. Проекты нужны, проекты очень важны. И проекты, проектные группы чрезвычайно важны и для рефлексии, и для продвижения. Очень честно выступила группа государства, бизнес. Одним словом, действительно, надо очень внимательно изучить все презентации. Я думаю, что ночи и утра хватит. Спасибо. Спасибо вам. А, Константин Филиппович, он отсутствует, да? Я вот хочу... А, есть, да? Кож, пожалуйста. Я хочу сказать... Вот сейчас меня там попросил я провалив... Ага, Алексей. Да, да. Меня слышно? Да, слышно. Ага. Попроси, пожалуйста, айтишников дать мне права синеньким меня покрасить. Я буквально два слова скажу. Уже. А, говорят, надо там попроситься, да. Костя, ты говори сказе, там к микрофону принесло... Да, все нормально. Не, 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 не. Я хочу на всю аудиторию сказать нормально по-человечески. Есть права. Есть права. Есть права. Миша говорит, есть. Я не загружался, а нет у меня прав. А, вот-вот, прошу прощения, все-все-все-все. Так, есть права. Вот. По, как бы, содержанию сегодняшнего, мне добавить нечего, кроме того, что я сказал в двух репликах прошлых, поскольку, значит, они не были восприняты. А, Кость, подожди, пожалуйста, секундочку, секундочку, Кость. Поскольку я тут, видишь, половину прогулял, и мне хотелось бы восстановить ситуацию всего пленума, может быть, ты вкратце, да, и может быть, не безинтересно для остальных, вкратце бы повторил суть твоего отношения. Может быть, это нам помогло организовать рефлексию. Спасибо. Понял. Ну, вкратце, что? Вот движение, которое я видел в первых килограммах, оно повторилось с разными, может быть, эмоциональными оттенками, с разным накалом, ну, в ходе того, что там энергетика никому не луна, там и прочее, прочее. Но везде фиксируется одно – отсутствие надлежащих условий или дефицит условий. Нет заказчика, нет ответственности, нет там ценностей соответствующих, нет там еще того-сего, пятого-десятого. Вот. И прочее. То есть это не причины. То есть это не причины по как бы своему вот смысловому, по своей смысловой речи и языковой форме. Вот. И как бы, и понятно, что, скорее всего, по-другому быть не могло. Потому что некоторый ход, допустим, от вчерашнего просто перебора последствий, вот как это было, все-таки тут более напряженная какая-то, значит, работа чувствовалась, но она, конечно, запаздывает от темпа и от темы. То есть, конечно, в тему попасть не могли. Но в этом смысле, вот, прошу обратить внимание, прежде всего, игротехников, на то, как сформулирована завтрашняя тема. Вот для меня ключевой момент, в отличие от сегодняшнего, ведь второй день по причинам, заметьте. Но что, значит, вместо анализа поставлено исследование. Исследование – это не анализ, это более такая развитая форма деятельности, куда входит и анализ, в том числе, одним из аспектов или компонентов. Исследование причин – это не анализ даже. То есть, почему? Потому что я думаю, что вот так анализировать сходу свое понимание причинности, ну, не удается. Вот вылазят дефициты условий, а причины, ну, не вылазят они. Вот исследование все-таки задает некий другой заход. И, конечно, как бы, ну, завтра, я думаю, и на пленуме, и в группах будет более жесткий отбор. То есть, сегодня все увидели, что того, что доложено, недостаточно для того, чтобы понять ситуацию. Значит, требовали от того, чтобы государство стало ответственным, бизнес, чтобы стал таким вот неалчным, там, и так далее. Но это как бы нелепо. А выводы такие следуют из доклада, что раз вот чего-то нет, так надо, чтобы было, так вы доводите. Вот, ну, как бы, по текстам-то такое идем. Вот. И это же очевидно, и надо только, так сказать, расслабиться и понять, что это не то, что нужно для того, чтобы смыслы продвигались. Вот. Или, допустим, ну, так давайте финансируйте там проекты. Ну, почему же не финансируйте? Почему тут таких горящих-то людей-то? Вот где вот давайте, вот давайте. Понимаете? Вот срыв происходит смыслов. Вот. Поэтому прошу, так сказать, вот как-то, ну, не знаю, может быть, сосредоточиться вот именно на отличие слова исследования от слова анализ. Вот. Причем слово анализ да разложение на части. Это слово, так сказать, латинское. А слово исследование слово русское. То есть исследование. То есть вот следы оставлены какие-то, и нужно снова по ним пройти, снова по ним пройти. Вот эти следы дурного отношения, там, взаимоотношения, бизнес, общество, государство, вот они оставлены, вот по ним надо так пройти, исследовать исследование. чтобы добраться до причины, как-то аккуратненько, то есть там будут вопросы возникать, проблемы какие-то и так далее, вот их и надо выносить, если на вопросы, на проблемы нет ответа, ничего страшного, не надо их проходить, зафиксируйте, но постарайтесь их как бы так, что ли, концентрированно выразить, чтобы чувствовать, что там есть энергия неразрешимости, если вы, значит, это дело вынесете на плену, то подтекст, значит, почему нет развития, может быть, на этот вопрос мы сможем завтра начать отвечать, а если начнем на него отвечать, то, значит, попадем в следующий шестой день, разработку стратегии, и тогда, так сказать, неизбежно проект, он сработает у нас, сработает, и мы выйдем к пониманию условий, хотя бы бизнесом, ну, вот так, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Так, ну что, мы проработали 4 часа вместо 3, день непростой был, я хочу отметить, что он отличается от вчерашнего дня, вот вчера были одни сложности, скажем, было, на мой взгляд, много лишнего, я поэтому как-то встревал, пытался, ну, первые дни, понятно, пытался продвинуться к сути, мне кажется, сейчас как раз качественный сдвиг в этом смысле произошел, но меня тревожил, вот, когда мы разрабатывали программу, это тревожил этот день, и, кстати, следующий тоже, потому что он, вот он сложен, он сложен по-своему, видно, что мы все продвинулись ближе к сути, стали глубже копать, я бы сказал, так образно, это было бы видно, по-моему, по всем группам, и при этом мы обнаруживаем довольно сложные вещи, нам не надо, мы уж понимаем, не надо что-то перечислять, что у нас есть то-то, 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 а нам приходится разбираться в более сложных материях, и вот кто-то заметил, типа, спор богов, что ли, не было спора между мной и Сашей, там не спор был, а на самом деле, вот, непонятно, почему, как бы, Лукойл обломался, вот почему, он неадекват, а остальные, кстати, там, компании, что-то успевают, делают? Ну, это самое, собственно, как он, Росатом, вот, у него, собственно, более-менее, у Росатома, а у других компаний там тоже, в общем, нет ответственности. То есть, получается, нет, я имею в виду, не наши, остальные, не наши, не наши. А, там-то у них, да, у них получается. Вот, 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 смотрите, получается, что у ихних компаний получается, а у наших не получается. Если это на самом деле так, черт возьми, так это или не так, ну, вроде как, вице-президент, не врет он там, зачем ему врать-то, там, дорого, тем более, врать. Он говорит, что он сам говорит, у нас не получается, а у других получается, и это же о чем-то говорит, и в этом хочется разобраться. Ведь не просто же так, да, это же не самая плохая компания, как раз наоборот, сколько сказано было, чего там собрали лучшего. И мы понимаем, что что-то у нас не получается. День вот такой, как бы, тревожный, он наводит нас на довольно тревожные мысли. И я понимаю, что каждый был искренен, и я понимаю, что, скажем, группой государства, когда мы вот жестко, можно сказать, разбирались до позиции, получили довольно внятный тоже ответ. А вообще-то ответ, ну, как, может быть, сложно его произносить вслух, но, тем не менее, ребята произнесли, государство не считает нужным заниматься развитием энергетики. Это вот непростые слова. Это слова в первый день даже не произнесешь. И сейчас, я не исключаю, что завтра будет и еще более непросто. Тем не менее, вот та глубина, до которой мы дошли, она сложная. Она сложная, она может быть даже опасная для открытия, потому что мы начнем еще делать открытие в себе. Уже начали, похоже, сегодня, потому что группа уже одна говорила по поводу особенностей менталитета, например. Как двигаться дальше? Я думаю, что, как минимум, надо, на самом деле, надо проанализировать свою работу. Для меня важен вот такой залог. Георгий Петрович как-то сказал, цитируя кого-то, если вы идете, не знаете куда, окажетесь там, где не ожидали. То есть, я бы, я это к чему говорю, очень важно понимать, что группа собирается делать, почему. Иногда это теряется, когда это теряется, группа не достигает результата, в первую очередь, поэтому она уже практически обречена. А вот когда это самоопределение, есть понимание, что группа должна делать в целом, несмотря на то, что еще в первый день определились мы, что будем делать, надо проверить их, какова задача сегодня, в чем ее, вдуматься в нее, что мы должны делать. Если мы это поймем, то шансы на результат, во всяком случае, появляются в этом случае. Да я думаю, что какой-то результат все равно будет, и дальше мы с ним можем работать, дальше мы можем вытягивать этот результат, как куда-то еще, добавляя, обсуждая. Я считаю, у нас вполне доброжелательная обстановка, несмотря на некий накал страстей, я думаю, что это просто заинтересованность. И есть, конечно, элемент усталости, 4 часа не хухры-мухры, вот так вот проработать. Не каждому дано, поэтому я желаю еще вам, кроме этого, очень хорошо отдохнуть, выспаться. И завтра у нас день тоже непростой. Спасибо. 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 Спасибо.